Учить, лечить, мочить. Епикаэй, мазафака. Ресурсный менеджер, это человек, который раз в год появляется на перформанс-ревью, говорит, почему ты лох, и почему тебе не повысит зарплату. В наших кругах было по-другому. Все знают, что такое бенчилим, надо пояснить. Сидишь, ничего не делаешь. Нифига себе, ты придумал, как Харис рынка. Веди на проект, все, я сказал. Вот так. Он тогда работал в издательстве АСТ. Дерево. Дерево? АСТ. Айтишечка надо. Привет, Витя. Привет, Леш. Вот мы с тобой и встретились. Да, в который раз. В который раз. Ну, первый раз. Это уже второй, кстати, на канале Эти Борода. Да, получается так. Не все знают, что ты ресурсный менеджер. Да, не все знают, но теперь, видимо, все узнают. Вот да, вот сегодня мы и постараемся всем рассказать, что это такое быть ресурсным менеджером. Давай попробуем. Перед тем, как начать, я хочу тебя представить. Угу. Витя. Всем привет. Сегодня будет там необычный формат, это не интервью, это подкаст, потому что мне сложно писать интервью с людьми, которых я хорошо знаю. Потому что интервью они такие ставят барьер, рамки, а мы с тобой друг друга достаточно давно знаем. Поэтому сегодня будет такой ламповый подкаст, без стола. Ой, какая милота. То есть не будет этих острых вопросов, попыток закопать. Нет, нет, нет. Сколько ты зарабатываешь, Витя? Давай, почему ты сразу с больных вопросов начинаешь? Ну, ты подумай, у тебя еще часа три будет подумать, что ответить на этот вопрос. Ну, окей, договорились. Без стола, потому что, к сожалению, нету в этой прекрасной квартире стола, но я думаю, стол не помеха для ламповости. Это точно. Короче, Витя, добрый айтишник из Добруша. Нифига себе, ты придумал. Я придумал? А я тебе сейчас расскажу, почему я придумал. Я делал ставки, но то, правильно я скажу или неправильно. Ты связан хоть как-то с Добрушем? Ну, это мой родной город. Ну, вот. Значит, что я придумал? Добрый айтишник из Добруша. Ну, все, отлично. Я просто... Я потом скажу, где я вычитал про Добруш. Я-то... Ты всегда про Гомель рассказываешь. Ну, да. Я думал, Гомель, Гомель. А потом такой, Добруш. Ничего себе, попробую. Угадал. Угадал прям, да. Так что это то, как я тебя знаю. В прошлом фронтендер. Есть такое. Потом двигатель фронтспот комьюнити. Было. Было. Угу. Не продолжается сейчас. Смотри, сейчас мы трансформировали, то есть фронтспот комьюнити, сейчас мы занимаемся Ира Левина. Конкретно вот тот фронтспот, которым занимался я, так называемый белорусский, который сейчас стал глобальным. А мы сейчас разрабатываем сервис, который называется FR Media. По факту это in-house медиа-агентство внутри компании. И это медиа-агентство помогает комьюнити стартовать, развиваться. И в том числе оно открывает фронтспоты сейчас по всему миру. Внутри компании, внутри фронтспота или внутри той большой компании, в которой ты работаешь? Внутри той большой компании, в которой я работаю. Мы открыли уже очень много фронтспотов. Там штук 10, верно. Фронтспот, это самая комьюнити вообще тоже фронтендерская. Да, да, да. Если кто-то не знает, ссылочка будет в описании. Человек, который отвечает за движуху в ВНВ-клубе. Вместе с тобой, да. В том числе ресурсный менеджер одной небезызвестной, крупнейшей сервисной компании с мировым именем. Да, да. Да, я работаю. Блин, я так не хотел называть. Ну, Леша, ну, надо сказать. Ну, все же, во-первых, много кто знает. Да, да, да. Да, во-вторых. Во-вторых, придется этот выпуск нести на отсмотр. Да. Ну, чуть-чуть. Ладно, ладно. Не, навряд. Мы не будем сегодня ничего плохого поговорить, нам в комментариях накидают. Ну, мне, во-первых, мало что плохого есть про сказать здесь и по чесноку. А во-вторых, сегодня я буду рассказывать про ресурсный менеджмент, наверное, со своего понимания. Тайтл у тебя стоит «Формальный софтвей инжиниринг тим-лидер». А уже «Формальный софтвей инжиниринг менеджер». Об этом тоже поговорим, чем это все отличается в технической части. Давай теперь перейдем после представления к тому вообще, где ты вырос, где учился, как из Добрыша в Гомель попал, вот все вот это. Родился я в Добрыше. Это небольшой городок рядом с Гомелем, 20 километров, родина фарфора и тетрадей. Фарфора и тетрадей? Фарфора и тетрадей. Скорее всего, зеленые тетрадочки, на которых вы писали в школе, там, наверное, процентов 50 вероятности, что они были из Добрыша. А фарфор? Фарфоровый завод очень большой в Добрыше. А, ну его там не изобрели. Нет, вряд ли его там изобрели. Я не уточнял, но там очень большой. А на сколько это маленький город? 20 тысяч человек, я думаю, уже меньше даже. Ну, такой. Районный центр. В Гомельской области, в Беларуси? Да. На границе с Украиной и Россией. Там недалеко совсем, да? Да, там три сестры, так называемый, погранпереход. Это там такая большая стелла стоит. И на День молодежи, он когда-то летом, ходили всегда бесплатные автобусы туда, на эту стеллу, чтобы там были какие-то вот... Это было то время, когда можно было, да, вообще без виз, без ничего попасть, да? Конечно, да. Прикольно. Долго ты в Добрыше жил, учился? Так, ну, жил я там лет до 20 примерно. До 19, наверное. Нет, до 19. До 19, да. Потом перебрались в Гомель. Какое-то время там жили. Потом перебрались, наконец, в Минск. И вот последнее время я жил в Минске, а сейчас переехал в Литву. Кстати, да, в Литве мы записываемся. Очень рад тебя видеть здесь. Взаимно. В Добрыше ты отучился в школе, а потом ты куда поступаешь, где учишься? Я знаю, что ты, знаете, историк очень хотел поступить. Вот расскажу эту историю, как так получилось, что человек с амбициями историка стал фронтенером? Ой, это на самом деле достаточно такая странноватая история. Я учился в Добрышской гимназии, в Добрыше была гимназия. Нас очень сильно готовили к тому, чтобы мы поступали в универы, потому что, ну, кто не поступил, тот лох у нас вот такое было, вот все вот должны поступить. Это, мне кажется, в целом такая очень белорусская история, да, что вот после школы надо обязательно там вот куда-то идти. У нас, кстати, такого не было. Ну, у нас очень сильно прям это разгонялось темой, и все планировали вот куда-то обязательно, обязательно, обязательно поступать. В смысле, продолжить дальше обучение после школы или именно выше какой-то? Именно в вышку, чтобы в вышку. А у нас было чуть-чуть по-другому. У нас было, типа, те, кто в вышку поступают, это вот прям какие-то задроты. Вот я чувствовал, что если я иду в вышку, ну, лучше про это особо не говорить. Слушай, мне у вас бы, наверное, больше понравилось. Честно тебе скажу. Но нормально, да, я очень хотел поступить на историка, потому что у меня была очень интересная история. И, наверное, это единственная CT, которую я мог бы сдать на тот момент. Централизованное тестирование. Централизованное тестирование, да. У нас только тест общий был. И есть, наверное, еще? Да, есть еще, есть. Вот, потом я передумал, потому что историкам тяжело найти работу. У меня были примеры, скажем так. После этого я пошел... Я поступил в Минск на журфак. Да, есть такой эпизод в моей биографии. Параллельно с этим я там еще работал в газете немножечко. Подожди, то есть ты, еще раз, ты поступаешь на историка. Не поступаешь, собираешься. Не поступаешь. Да. И решаешь ехать в Минск поступать. На журфак. На журфак. Это все в промежутке одного года? Это все, ну, вот примерно, да. В промежутке одного года, последнего, где уже надо четко решить. А у меня, чтобы ты понимал, то есть у меня вот есть по языку сертификат условный, да, и по истории, всемирной истории Беларуси. Сертификаты с Олимпиадами? Сертификаты ЦТ. А, ЦТ. ЦТ, да. Тогда еще можно было получить сертификат и потом решить, куда ты идешь. Но это у вас же первая, по-моему, будет буквально. Ну, не первая, там, четвертая или пятая, что-то типа такого. Вот. Я решил, что все-таки на журфак. Туда можно было сдать историю Беларуси, язык и написать эссе внутри вуза. Там вот была такая схема. Я поступил, а потом мне предложили, скажем так, что есть еще универ в России, в котором можно учиться на информатику и учительную технику. И там не нужно сдавать тесты, потому что тогда иностранным гражданам, скажем так, можно было сдавать в триузовский экзамен. Вот. Я туда съездил, там тоже поступил, и у меня был выбор остаться на журфаке или ездить туда от журфака. А я в итоге отказался. Было интересно посмотреть на глаза декана. Она же тебя собеседовала, наверное. Я просто знаю, что на журфаке я туда тоже когда-то хотел поступить. И меня собеседовала сама декан. В белорусском языке. Нет, у нас не было собеседований, но у нас ты писал эссе, и это эссе нужно было перед специальной комиссией защищать. Прям вот ты написал, тебе дают, по-моему, полтора часа, ты выбираешь тему из 140 тем, любую. Я писал про Вторую мировую войну, итоги уроки Второй мировой войны, как сейчас помню. Вот ты пишешь это эссе, тебе дается, по-моему, час двадцать на написание и защиту. То есть вот ты написал, ты должен быстро пойти, и перед комиссией это все вот защитить. Вот я, по-моему, на восемь или на семь что-то такое это сдал там по-быстрому. Но 2 сентября я пришел к декану и говорю, здрасте, я бы хотел забрать документы. Вот он буднично поднял на меня глаза и говорит, какой курс? Я говорю, первый. Он вообще ничего не сказал, но вот в этом взгляде вообще все было дописано, понимаешь, типа такой, типа, все, иди отсюда. Ну вот, но в итоге учился на заводчике, на информатику ИВТ. Не сказал бы я, что я чему-то хорошему выучился в универе. Вот в том российском, да? Не сказал бы, что чему-то хорошему выучился, но что-то у нас там было, ну какие-то около стандартные предметы, там была очень старая база, там было не так много проги. У меня вообще специализация была электросвязь, то есть обслуживание там всяких вот этих вот базовых станций, сотовых операторов и прочее. Вот, параллельно я на многих работах работал. Я был ИПшником, продавал мобильные телефоны у себя в Добруше. Ну, по специальности почти. Да, подключал на лайв, тоже, считай, по специальности. Тогда только лайв пришел. Работал в магазине техники, работал на звукостудии, был редактором портала. Короче, был не то, что Байнет, да, белорусский интернет, а был отдельный инстанс Байнет, он назывался Гость. Ты имеешь в виду гостевой доступ? Да, у Байфлая, белорусского провайдера, был Гость. Это, условно говоря, кусочек бесплатного Байнета. Ну, это внутренние ресурсы, когда у нас только широкополосный DSR появлялся, внутри белорусские ресурсы, которых там было раз, два, три, обчелся. Да, их было типа семь. Да, они были доступны по гостевому трафику пиринговому, за который не надо было платить. За который вообще не надо было платить. И пиринговый обычно, да. И многие люди могли годами вообще не платить за интернет и вот тусить на этом Гость. Называлось Гость. И там целое сообщество собралось, которое поднимало джабберы, проксировало туда и сикью. Вот. И я там работал какое-то время редактором на одном из портала. Как портал назывался, не помнишь? Не помню, там был софт. Не Байфликер? Ой, по-моему, нет. Не помню. Ну, короче, там был софт. Вот мне нужно было принимать новости, либо опробовать их там, либо риджектать. Это очень забавный период. У нас подкаст, да? Я буду тоже добавлять. Да-да-давай. Когда только Гость появился, я тогда, мне было лет 15, наверное, я первый раз в Минск начал выезжать, уже понимать, что такое. Появились первые порталы. Вот первый назывался Байфликер. Он как раз-таки был софтовиком. Типа можно было софт скачать бесплатно. И я тогда связался с администратором. Там был какой-то взрослый мужик, 22 лет. Ну, как мне казалось, взрослый мужик. И он говорит, если хочешь помогать, приезжай в Минске, а тебе будут давать болванки с софтом. А ты будешь к себе приезжать и по ночам загружать. Ну, потому что хоть и широкополосный интернет, но поначалу он был все равно медленный. И я реально приезжал пару раз в Минск. Он мне давал DVD-дюки. Тогда уже DVD-дюки были, DVD-диски. Я приходил домой, все, на ночь ставил загружать это все на Байфликер. Ты на поезде ездил? Не, у нас 40 километров до Минска было. Это был автобус двухчасовой. Автобус. Двухчасовой. Сколько было болванок с собой, пытаясь в скорость передачи данных? Ну, два DVD-дюка он мне давал там за раз. Ну, типа сколько-то, 10 гигов. По 4 гига, по-моему, DVD-дюки были. Может, даже быстрее, чем в Байфлай. В итоге передавались. Ну да, время было интересное. Мы потом там еще с знакомым сделали онлайн-кинотеатр. Стриминг. Первый был стриминг в Байонете. Он назывался video.himir.com. А знакомого не Рома зовут? Виталик. Откуда? Из Барановичей. Окей, окей, окей. Как все пересекается? Это да. Кстати, вот Виталик из Барановичей потерялся. У меня потерялись с ним контакты. Виталик, найдись, если ты это посмотришь. Пожалуйста, напиши в комментах что-нибудь. Я тебе тоже отпишу. Мы реально сделали первый стриминг. Вообще, почему это был стриминг? Мы очень хотели сделать раздачу фильмов. Но у нас денег на хостинг не хватало. Ну, потому что хостинг все равно нужно было покупать. Мы посмотрели, что ага. Мы можем выкладывать, как в кинотеатре, два фильма в неделю. Потом их удалять и загружать заново. И у нас даже дизайн был. Там, знаешь, были такие стулья нарисованы, там занавес. Прикольно. Да, и вот мы показывали там два фильма в неделю. Там афиши даже были нарисованы. Кто технической частью занимался? Вы же тогда еще не программировали, я так понимаю. Это было большее веб-мастерство, наверное? Ну, это да. Это было разворачивание CMS-ок, настройка их на хостинге. Это какая-то минимальная верстка. Золотые времена. Да, это точно. Джумла. Джумла. Джумла, да. 3.5 какая-нибудь. Да, еще, наверное, раньше там. Я вот не помню версия. Там какая-то появилась такая модная с закругленными уголочками. лагала жутко просто, тормозила все, валилась. Там эти PHP-еррорами до сих пор у вас не снятся, когда у тебя на полсайта вот так вот вываливается сверху. Вот. Ну и постепенно, постепенно, постепенно я начал вкатываться в IT-шку самостоятельно. Ко мне как-то пришел... А, я тогда работал, короче, фотографом у своего знакомого на... Был портал gomel24.by. Короче... Ну и там просто про гомель. Тогда вот было модно, знаешь, такие сити-порталы. Да-да-да, сходки, сходки, чаты. Да, сходки, что происходит в городе, какие-то обзоры кафешек. И вот я к нему устроился фотографировать кафешки и типа каталог заполнять кафешек. Мы хотели сделать каталог всех кафешек города типа с ревью. Короче, типа, как это называется? Ну, критика ресторанная. Ревизор местный. Ну, оно что-то не очень у меня шло. Казалось, что я плохо фотографирую. Вот. И ко мне пришел в гости мой знакомый, Женя. Женя, привет. Мы с ним общаемся до сих пор, кстати. Женя сказал, говорит, слушай, я тут на каком-то сайте зарегался. Weblancer.net называется. И, короче, там можно объявление, ты откликаешься, и тебе реально могут, ты можешь сайт сделать, тебе могут 50 баксов заплатить. Я говорю, сколько? 50? Вау, я зашел. Но я тогда вот более-менее там мог эти CMS-ки как-то развернуть, там как-то что-то с шаблонами поработать. Думаю, ё-моё. Это ж золотое дно. Я начал писать, там, отвечать на эти объявления. Ну, привет, советам волчистости, да, я писал. Я опытный веб-разработчик. Ой. Это мне, кстати, боком выходило в какие-то моменты, потому что от тебя сразу ожидание. Потом, если накосячил, люди в шоке, да, потому что ты же там себе представил как супер-пупер чувака, а по факту там какие-то простые вещи не можешь нормально сделать. Поэтому с накруткой опыта лучше не накручивать. Не, ну, тут сравнивать-то не надо. Это были первые, первые самые фриланс-биржи, где по факту эта работа не то, чтобы совсем айтишная была. Это было веб-мастерство, где куча таких же, извиняюсь, пи***ов, как и ты. Ну, это были зачатки айтишной работы, скажем так. Да, да, пытаются пробиться. Ну, и вот там я начал зарабатывать. Ой, господи, это такое было золотое время. Я помню, я как-то заработал за месяц 500 долларов. И это еще все не облагалось налогами. Ты даже никто про это не думал. Тогда вообще... На EasyPay скинули, отлично. У меня было веб-мани, карточка. А, веб-мани еще было, да. Тогда еще, чтобы ты понимал, на веб-мани можно было получить неименную карту. И не надо было регистрировать ее ни в кирбанках, ни в чем. Ничего. Просто тебе пришла карта по почте, ты пошел в банкомат, вот вытащил, что надо, и ушел тихонечко, быстренько оттуда. Помню, у меня даже чуваки говорили, что на всякий случай кепку надевай на глаза и капюшон. Ну, типа, знаешь, как мистер робот. Вот, потому что боялись там, что как-то могут жопить начать. Ну, насколько... Ну, кому-то там потом приходило в итоге налоговое, потому что... Не знаю, как они вычисляли. Наверное, когда машину там покупаешь или что-то такое. Но ко мне не приходило. У меня не очень большие были суммы. И я в итоге за все заплатил, конечно. Сейчас подумал, зачем я это говорю. Ну, нет, слушай, ну, тогда были времена, когда законодательная база сильно... Ее не было под электронные заработки, под заработки на фриланс-биржах и всем остальном. Поэтому тогда это была теневая серая зона. Она не была ни уголовной, ни криминальной. Просто не было закона. И мы все этим пользовались, да. На EasyPay даже, который был официальной белорусской платежной системой, туда совершенно спокойно люди переводили тебе деньги за фриланс. И никто тебя не трогал. Ты приходил в Газпромбанк, в Белогазпромбанк на то время. И снимал, и все. Красота. Ну, и чем дальше так получалось, чем дальше, тем больше я вот начал заниматься только фрилансом. Ну, как это уже была моя основная работа, фрилансер, фрилансер, вебмастер, верстальщик. Ну, а для того, чтобы зарабатывать больше, тебе нужно брать более сложные заказы. Но ты как-то хочешь, не хочешь, но развиваешься. Потому что там, не знаю, ты делаешь сайты-визитки, потом думаешь, блин, вот я делаю шесть визиток, а можно было бы сделать там один магазин, например. Ну, и типа его можно сделать быстрее, а денег больше, ну, к примеру. Я уже не помню, какие там расценки были. Я вот переключился на эти магазины, а там пришлось уже чуть-чуть в PHP начать вкатываться. И в тот, то, что тогда называлось JavaScript, скажем так, ну, он тогда еще был такой, еще, ну, совсем детский. До jQuery. Наверное. Ну, jQuery тогда тоже был популярен. И тогда, я помню, я еще читал статьи на Хабре, где чуваки писали, может, не статьи, а комментарии, не помню точно, но чуваки писали, что, ребята, зачем выучите JavaScript, если есть jQuery, который уже как бы захватил мир. И вообще, я слышал инсайды, что его, тогда Google Chrome появился, что его Google Chrome к себе в движок встроит, короче, и вообще даже скачивать не надо будет jQuery. Тогда вот такие читал на сайте. Да, было время. Это же реально было время, когда снежинки на сайте, JavaScript, это не был какой-то степ, это не был прикол, тогда действительно на Новый год, зимой. Нет, слушай, я лично для всех своих заказчиков бесплатно, бонусом включал снежинки. То есть, ты заходишь на сайт, там снежинки падают, и это JavaScript. Да, это JavaScript. У меня был модуль, который я добавлял на все сайты и говорил, типа, ребята, вам еще бесплатно новогодний режим будет. И все к этому серьезно относились. Серьезно и включали все эти снежинки. Ну, и было мило, кстати. Да, была душа. Да. Я потом еще, у меня была фишка, я начал снежинки делать на бэкграунде, чтобы они не мешали информации, да, у тебя просто сзади там они так падают. Было красиво. Ну, короче, чем дальше, тем сложнее, чем дальше, тем больше. Потом я устроился в минскую контору, ну, скажем так, постоянным фрилансером. Давай тут поставим точку над «и». Ты в это время еще учишься в университете на заводчика? Ну, в это время я уже где-то его заканчиваю. Тебе в университете в это время дают программирование или нет? Там было что-то. Или там сети в основном, вот эти вот 3G и все остальное. Ну, у нас были C, у нас было Delphi. Ну, так и немало так-то. Ну, его было совсем чуть-чуть. А на заводчике специфика какая? Тебе просто дают информацию, ты сам дома учишь? Или у вас были какие-то сессии, где вам прям с преподавателем вы сидели, что-то программировали? Дают информацию, дома учишь, что-то даже дома пытаешься программировать, потом отсылаешь, это все типа проверяют. Отсылаешь по обычной почте? Или как? Я диски возил. Диски. Ну, то есть то время, когда не было такого, что можно было в Zoom созвониться. Нет, какой Zoom. В Skype был, но не знаю, мы что-то не созванивались по Skype. Это не было популярно еще. Да. Ну, Zoom тогда, по-моему, мне кажется, не существовало еще. Тогда Жабер был везде. Жабер был, Аська была. Аська была. Миракл? Миро, по-моему. Миро, это клиент для Аськи, для Жабера. Май Айрс, он, по-моему, назывался. Да-да-да. Миранду была. Миранда, Миранда. Я ее кастомизировал. Кип. Кип же он, по-моему, еще к WebMoney привязан был, нет? Нет. Нет, нет. Нет, кип это такой на Дельфе, по-моему, написан. Нафиг, нафиг все это. Была опера, в которой был клиент для Жабера, был клиент для почты. Была опера, да. Был клиент для всего. Я еще помню, чуваки из оперы приезжали в Минск какую-то делать сходку с фанатами оперы. Я был на ней. Офигеть. Ламповые времена, да? Да, прям вообще капец. Досмотрите это видео до конца, потому что там вас ожидает сюрприз. И ты все больше и больше начинаешь веб-лайсер, фрилансерством заниматься, веб... Ну, веб-разработкой. Веб-разработкой. Достаточно плотно, да. И уходишь в веб-студию. Ухожу в веб-студию, ну, не то, что они меня к себе устраивают, я просто становлюсь их постоянным фрилансером. То есть они меня начинают давать постоянно поток заказов. И какое-то время мы существуем легко, весело и интересно. Потом это не очень хорошо заканчивается, правда. Но... Что случилось? Я не знаю, могу ли я это рассказывать. Это связано с персоналиями там конкретных личностей, да. И их жизненными событиями. Не хотелось бы, наверное, этот паблик шарить. Ну, скажем так, ну, бывает, что люди тебе что-то обещают, да, а потом перестают выполнять обещания. В моем случае это было обещание переедь в Минск, мы тебе оплатим дорогу первый месяц, квартиры и так далее. Вот мы переехали в Минск, я выясняю, что нет, ничего мне не оплатят, и еще и у меня больше работы нет. А ты говоришь, мы переехали, это тоже важно понимать, ты уже переезжал со своей супругой в будущем, да? Да, я переезжал с женой, с ребенком. С ребенком. Да, мы переехали все вместе в Минск. Тут я выяснил, что работы у меня больше нет в первый день в Минске. Что у меня больше нет работы, что мне не надо денег, и нужно было что-то делать срочно, скажем так. Так, первое, что я начал делать, я начал курить опять в тот же день. Курить плохо, не курите. Поддерживаю. А второе, я начал искать работу, мне помогли ее найти. Это была еще одна маленькая студия, но которая, скажем так, занималась уже более профессиональной разработкой на PHP плюс JS для различных диджитал агентств белорусских. Это была все еще работа с CMS-ками? Или ты уже, типа, сам писал там что-то прям с нуля? Ну, смотри, это уже скорее была, наверное, суперсложная верстка. Прям сложнейшая там под кучу разных устройств, под разные браузеры, семантика там, вот это вот все и прочие, серш-индексы. Дивная верстка? Ну, типа того, да. Скажем так. Ну, и плюс, тогда я начал достаточно плотно там в JS вкатываться. JS тогда появился AngularJS. У меня был тогда проект на AngularJS, и мы делали чат, телеграмоподобный такой, типа, чатик. Backbone. Господи, что-то там еще какие-то дивные слова. Lodash. Нокаут, Ember. Нокаута не было, по-моему, Ember вроде бы трогал. Ну, короче, вот тогдашний JavaScript, да, еще тогда вот я помню, что Angular 2, он был, наверное, в релиз-кандидате. Слушай, у меня в голове, на самом деле, это все, кажется, было так недавно. Ну, типа, я помню, как я тоже с AngularJS работал, как переводил проект на Angular 2. Это было, сколько мне, 22 года было, типа, 9 лет назад. Это давно? Ну, 9 лет, наверное, уже давненько. Офигеть. Ну, 9 лет, Леша, 9 лет. Но, тем не менее, ты начал сразу работать с технологиями, которые являются сейчас уже прародителями всего того фронтенда, который мы видим. Ну, скажем так, да, там уже столько разрослось всего. Так. И с PHP ты, я так понимаю, там больше не работал? То есть ты сразу уходишь через верстку в JavaScript уже такой? Да, хотя у меня, скажем так, были некоторые склонности к пыхе, назовем. Звучит странно, но я, если что, имел в dphp. Как-то вот что-то во фронтенд, в JS туда пошел. Было очень сложно, было очень геморренно, наверное, так скажем. Потому что, ну, ребят, была очень странная работа. Там была прокачка очень хорошая, да. Но очень нужно было много чего делать, очень интенсивно. Там, не знаю, я и ночами не спал, бывало, чтобы проект успеть закрыть. И по выходным бывал, работал, короче. Ну, ты так говоришь, будто бы это что-то необычное. По-моему, все в нашем детстве так делали. Ну, в детстве, в нашей молодости так делали. Абсолютно, абсолютно. Ну, понимаешь, я... Вот мы потом к ресурсному менеджменту уже перейдем, да, и... Ну, наверное, важно это считать чем-то не то, что необычным, скорее, ненормальным. А, то есть, если бы ты это считал нормальным, то это бы сильно сказалось сейчас на твоем текущем позиции. Я думаю, что да. Если бы ты, как ресурсник, должен понимать, что переработки, например, это не ОК. Да, 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 да. Это правильно, это хорошо. Ну, и вообще, в целом, не в обиду ребятам, они, возможно, это посмотрят. Они есть в твиттере и тому прочее. Ну, несмотря на то, что они мне многое дали, да, ну, в плане, там, какой-то прокачки, хардовой, они очень хорошо платили, то есть это вообще без каких-либо... Но, в целом, работа была построена так, ну, что это скорее антипример того, как нужно выстраивать команды, работу в команде. Ну, это ты сейчас понимаешь четко. А на тот момент для тебя это была больше вынужденная мера переработки, там, овертайм, или бы тебе нравилось? Ты помнишь? Ну, какой-то был микс. Сначала нравилось, потом была вынужденная мера. В какой момент, начало своей карьеры, ты можешь сказать, что ты стал программистом? Вот в этот момент, когда ты уже там пилишь на AngularJS что-то, ты уже себя считал программистом? Наверное, да. Да, вот когда к ним пришел, наверное, я стал себе считать уже именно, знаешь, не верстальщиком, вебмастером, а скорее вот прогером. Что дальше происходило после этой кампании? После этой кампании я очень сильно выгорел, прям безумно выгорел. Пошел по интервью различным. Я тогда решил, что я схожу на все собесы, куда меня позовут. Ну, у меня еще там самооценка сильно начала падать, короче, я решил, что я везде буду ходить. Я, наверное, сходил на 12 собесов в кучу разных контор, где-то взяли, где-то не взяли. В том числе взяли в ерунду. Вот. А потом эти ребята, у которых я работал, позвали меня к себе опять. Уже когда тебя взяли в ерунду? Да. Когда ты уже работал в ерунду? Я еще не принял оффер, меня позвали обратно, и я пошел. Перебили зарплаты? Я даже не знаю, как это... Я не знаю, почему, Леш. Зарплаты перебили, да. Это странно. Во-первых, ты говоришь, что у тебя с самооценкой проблемы были. И что ты обратно возвращаешься вот в эту кампанию, при том, что у тебя на руках был оффер еб**а. Я помню, что в те времена у нас оффер еб**а, а я тогда начинающий программист был. Казалось, что это прям длань божья, что вот лучше ты уже не получишь. Типа, что вот в еб**а, если ты попал, значит, ты и хорошего качества специалист, и все у тебя по жизни будет хорошо. По крайней мере, в наших кругах была такая вот... Так говорили про еб**а. В наших кругах было по-другому. В наших кругах, знаешь, какая история разгонялась, что еб**а это такая большая бездушная машина, где с тобой будут обращаться вот как с таким персоналом. Как, ну, просто вот, знаешь, типа там тебя на любой проект пошлют, там и пофигу продадут, там тебя медла как леда, и все, ты будешь там сидеть, упахиваться, из тебя вышмут все соки, и когда ты, не знаю, там заболеешь, тебе там, ну, не позволяют. Ну, это второй легион, который был. У нас забавно было. Одни говорили, что это галера, на которую не надо идти, а другие, наоборот, боготворили. Рядом со мной были ребята, которые говорили вот так. И поэтому ты, выбирая между оффером е**а и вот контр-оффером с компанией, ушел обратно в компанию свою? Манюш, я, честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я хотел на тот момент, я пришел туда на интервью, мне очень понравилось интервью. Мне очень понравился рекрутер, там будущий менеджер потенциальный. Но я почему-то все равно пошел, вернулся к тем ребятам, хотя я не хотел этого делать. Надолго тебе хватило у ребят? Ну, тоже около года, типа такого. И потом? Потом я уволился или меня уволили, я уже не помню. Вроде даже меня уволили. И первое, что я сделал, это, кстати, был еще мой день рождения тогда. Я первое, что сделал, я написал письмо рекрутеру. Говорю, Ольга, здравствуйте, помните, мы с вами наговаривались, что через год мы с вами спишемся. Она говорит, да, Виктор, я уже видела, что вы обновили, типа, вакансию, ну, типа, резюме. Она говорит, вас, типа, ну, куда опять на медла собесаем или что? Я говорю, а давайте на сеньора. И если я, типа, прохожу на сеньора, то с вас шоколадка. А если не прохожу, то с меня, типа, спор. Нормально, нормально. Да, она пришла на интервью лично. Я пришел сразу с шоколадкой, если что. А на вес. Ставки сделаны. Да, ставки сделаны. Ну, в итоге я второй раз прошел с обес, второй раз и тоже на медла. Не зря шоколадку делал. Да. Ну, короче, я за год этот, ну, получается, технически не особо вырос, но единственное, что мне уже за подругу предложили побольше. С обесами на то время славились тем, что там очень сильный тест на английский был язык. У тебя с английским как было? Всю дорогу? У меня с английским на тот момент было очень плохо. Так. Но, короче, как? Я знал очень много слов, потому что я смотрел там какие-то фильмы, да, не знаю, там учил лингвово-лево и прочее. Я знал очень много слов, прям реально, но очень мало грамматики. И поэтому я, ну, вот я как-то говорил, да, но эти просто вот слова использовал, но я мог... А, ну, у тебя аж английский тест был HR-тест, то есть разговорный, не тест, который делают студенты, которые входят. Нет, смотри, у меня был вот HR-тест по телефону, да, мы разговаривали, причем это было очень прикольно. Мне позвонили ближе к вечеру, и я тогда ехал в метро, вот, но я смотрю, звонят. Я вышел на станцию метро Купаловская, и, короче, чтобы не тратить жетончик, я возле турникетов тусовался, а там такая станция, такой выход, на котором никто обычно не ходит, только Купаловская есть. Вот, я начинаю ходить, просто у меня были такие маленькие наушники, а нет, у меня были большие прям вообще наушники, вот такие вот, Sennheiser. Я хожу и туда-сюда, и разговариваю с рекрутером, он говорит, Виктор, давай теперь по-английски поговорим. Говорю, окей. Все, и мы начинаем говорить по-английски, и выходит, подходит в какой-то момент, ко мне подходит мент, такой по плечу, говорит, молодой человек. Куда-то? С вами все в порядке? Говорю, ну да. Ну, хорошо, и уходит. Я думаю, что такое? А потом смотрю, там камера висит, и я вот под камерой, короче, вот так вот 3 минуты хожу и по-английски разговариваю, короче, в наушниках. Ну, нормально, короче, прошел этот тест, прошел собес, и тогда еще прямо на самом собесе, ну, был тест, типа, когда менеджер с тобой разговаривает тоже по-английски, ну, типа, так, а-ля, внезапно, знаешь, там, типа, давай вот там про замыкание в JavaScript ты мне сейчас по-английски расскажешь, ну, или там, чем React от гуляра отличается, ну, в таком вот духе. Тоже такой дополнительный чек. И, короче, проходишь в E5. Прохожу опять, да, уже зарплату побольше. С тех пор ты... Да, с тех пор я достаточно уже давно, я так долго нигде не задерживался. Семь лет я уже посмотрел. Спасибо. Почти семь лет. Давай сразу пропустим твой карьерный путь, как фронтендера. Буквально пару слов, каким образом ты из фронтенда перешел в инжиниринг менеджмент, в ресурсный менеджмент. Ну, смотри, веб-ресурсный менеджмент — это в первую очередь роль, а не тайтл. Угу. Большинство ресурсных менеджеров — это разработчики. То есть, говоря роль, ты имеешь в виду, что обязанности совмещают с основной работой. Да, да, да. То есть ты можешь быть, не знаю, там, сеньором, лидом, чаще лидом. И к тебе приходят, если ты там по определенным критериям подходишь, да, к тебе приходят и говорят, чувак, и не хочешь себя попробовать вот в этой роли. То есть ты становишься лидом, и потом тебе, говорят, часть твоих временных обязанностей ты можешь потратить на вот эту роль. Ну, условно, да. То есть немножко меньше тем лидом и больше вот менеджмента. Условно, да. Угу. И к тебе пришли? Ко мне пришли, да. А переход из разработчиков-менеджеров многим разработчикам дается очень тяжело, и не по своей воле. Как бы это у тебя было? Потому что я тяжело представить, как тебя не по своей воле могут... Ну как, ты сидишь такой, пишешь свои бэкенды, а потом завтра приходят и говорят, у нас новый проект, ты тем лид. Или у нас новый проект, ты, там, не знаю, будешь скрам-мастером. Угу. А почему я? Ну вот потому что ты. Потому что те уже отказались, мы к ним приходили. Угу. И ты такой, ну, что делать? Ну, такое себе не нравится, мне такое. Я бы отказался, если бы как-то не так пришли. Нет, просто предложили, болезни на не было. Мне всегда было интересно работать с людьми. Угу. Я бы даже сказал, наверное, что больше, чем с кодом. Угу. То есть мне с людьми больше по кайфу, чем с кодом. То есть когда у меня получается, там, не знаю, вот, кого-то как разработчика вырасти, да, мне, наверное, больше удовольствия, чем когда я написал приложение, которое работает хорошо. Хорошо, интересный поинт. Хотя по коду я скучаю, чисто говоря. Я давно уже, ну, вот как с тобой познакомился, я перестал коммерчески программировать. Ой, блин, это я на тебя плохо влияю, получается. Ну, да, да. Вот примерно в это время. Это сколько? Года два прошло. А, слушай, а долго происходил этот переход от полноценного разработчика до полноценного менеджера? Когда ты был параллельно в нескольких ролях? Ну, года два, наверное. И сейчас ты по факту, по-моему, фулл-тайм-менеджер? Я фулл-тайм-менеджер в трех направлениях. Работаю это вот на клубе с тобой, FR-медиа мы строим, медиа-агентство, и я еще РМ. И при том, что работа на клубе и работа на FR-медиа, это не работа с техническими командами по факту? Да. Это работа с контентом? Да. Прикольно, прикольно. Ну, скорее с процессами, наверное, больше. Ну, на клубе больше с контентом, на FR-медиа больше с процессами. Ну что, давай теперь по делу. Давай, поехали. Ресурсный менеджер. Так. Ресурсный менеджмент. Так. Вот. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, что ресурсный менеджер это человек, который раз в год появляется на перформанс-ревью, говорит, почему ты лох и почему тебе не повысит зарплату. Вот расскажи, что с этим стереотипом не так. Ну, я полагаю, наверное, такое тоже где-то бывает. Ну, потому что, да, у всех стереотипов есть какие-то основания, как правило. Я не такой ресурсный менеджер, но мне, по крайней мере, хочется в это верить. Вот. Но смотри, я не могу сказать всем стереотипам, что это не так. То есть то, что он существует, это плохо. Это значит, что есть такие менеджеры. Вот. Но я считаю, что вообще, на самом деле, само название ресурсный менеджер, да, вот для нашего уха ресурсный, ресурс, типа, ты же работаешь с людьми, ресурс, да? Да, я понимаю, почему ты клонишься, что можно легко, типа, что ресурс, это не этично называть человека ресурсом. Ну, это для нас, да? Для нас. В английском все-таки это немножко по-другому звучит, потому что для них ресурс, ты знаешь, скорее, что-то очень важное. А, ты про этот? Да, да, да. Я думал, с другой стороны зайти, что, мол, мы же говорим, там, я не в ресурсе, я не в ресурсном состоянии. А, в этом смысле. Там в трудовом кодексе написаны трудовые ресурсы, и мы к этому не подираемся, просто мы с этим не сталкиваемся каждый день. Ну, просто HR, да, это human resources расшифровывается. То есть у них ресурсы, это наоборот, что-то, ну, важное, что-то нужное, что-то очень хорошее, без чего там компания не будет работать. Вот для нас звучит диковато немножко, поэтому очень часто у нас говорят, там, скорее, people manager, да, вместо ресурсный менеджер. Я такую формулировку встречал. То есть, хорошо, тогда кто такой people manager? People slash resource manager? Что за человек, что он делает? Ну, вообще, в целом ресурсный менеджмент, да, это процесс по эффективному распределению, управлению, планированию ресурсов. Ресурсы могут быть человеческие, могут быть материальные, могут быть даже временные ресурсы. Но я конкретно вот работаю с людьми. То есть, мой ресурс – это люди. И это все ресурсные менеджеры? Это все ресурсные менеджеры, этим занимаются. Вот. Ресурсные менеджеры решают проблему несовершенства ресурсов, да. То есть, их мало всегда, они всегда там не очень подходят туда, куда их нужно применить. Вот для этого нужен ресурсный менеджер, чтобы эффективно эти ресурсы куда-то пристраивать для того, чтобы компания, проект, соответственно, получали деньги. Что такое ресурсный пул? Ресурсный пул – это, условно, те ресурсы, которые у тебя есть. Ну, в моем случае люди, да, если мы говорим про people-менеджеров, ресурсных менеджеров, это все люди, которые находятся в твоем распоряжении. Кстати, вот people-менеджер – это понятно, это ресурсный менеджер, который с людьми работает, а тот, кто работает с временем, с костами, с деньгами – это кто будет, это же не people-менеджер? Ну, это все называется ресурсный менеджер. Это все, просто я люблю добавлять people-менеджер, потому что подчеркнуть, что… Но градация есть и такая, что кто-то там… Да, да, да. Но мы к этому еще вернемся. Я думал, что ты с деньгами тоже работаешь. Работаю, работаю. Просто есть, понимаешь, давай так, есть ресурсные менеджеры, которые работают, вот для них ресурсы – это что-то материальное. Не знаю, активы, например, да, и они вот решают проблему того, что активы нужно куда-то пристроить, что активы нужно оптимизировать, там, что активы нужно мониторить. Под активами мы имеем в виду деньги. Ну, к примеру, деньги или какие-то там… Или это могут быть люди, которые переводятся в деньги через часы. Какие-то ценные бумаги, например, что угодно. Не люди. Не люди, да, что угодно, не люди. Просто я работаю с людьми, поэтому вот я добавляю people. Так, хорошо. И у тебя есть какое-то количество людей, которые за тобой прикреплены, с которыми ты работаешь. Это и есть ресурсный пул. Да. Сразу тут вопрос, сколько людей оптимально для ресурсного менеджера для работы? Вопрос хороший, по классике считается, что в прямом подчинении у тебя должно быть 7-10 человек. В подчинении? В прямом. А, то есть ты их еще и менеджер, ты их и руководителем еще являешься. Да, да, да. Я думал, что подчиненные ресурсного менеджера это какие-то помощники, которые помогают ему менеджить. А люди, которые в пуле у тебя, это ресурсы. Это не твои подчиненные, это твои ресурсы, которыми ты... Нет, ну по факту, по классике они все являются твоими подчиненными. Они могут быть не прямыми подчиненными. Окей. Между вами могут быть еще другие менеджеры. Так, и получается? Ну, считается, что человек 10. Можно быть в прямом подчинении, а дальше ты должен их делить на такие же вот группки, по 7, по 10 человек. 10 человек закроют тебя на фулл-тайм, как ресурсника. Или нет? Или 10 человек могут быть, когда ты еще делишь там свои обязанности, будучи тем лидом? Да, я тебе скажу так. Большинство не вырастает вообще вот в полноценные менеджеры, а просто продолжают это совмещать, будучи лидом. Ну, тогда у меня логичный вопрос. 10 человек для тебя, когда ты работаешь... А, ну ты же работаешь не фулл-тайм, ты на треть по факту работаешь. Ну, что-то типа того, да. А это скейлится? Если бы ты работал на фулл-тайм ресурсным менеджером, ты бы мог условно взять там не 10, а 30-40 человек? Да, конечно. Ну, у тебя одна из твоих задач, да, это в целом твой пул как-то растить. А что значит растить пул в таком случае? Растить ширь просто количеством людей? Нанимать, да, нанимать людей. А рост ввысь, например, там у тебя были медлы, потом они оба выросли в сеньоры, это тоже рост, это показатель для тебя для ресурсного менеджера? Ну, это скорее рост сеньорити-индекса так называемого. То есть у тебя один из твоих KPI-ов, да, это сеньорити-индекс. Условно говоря, берутся все там тайтлы твоих в его пула, да, там, не знаю, условные там джунейт единицы, медлы двойка, сеньоры тройка, лиды четверка, и считается средний, это вот твой сеньорити-индекс. Чем круче сеньорити-индекс, тем круче пул? Ну, по сути, да. Тем более сложные задачи там он может закрывать, тем более проще утилизироваться, скажем так. Но с другой же стороны, если у тебя все сеньоры, то ты навряд ли там большой спектр проектов покроешь, не везде нужны сеньоры. Именно так, именно так. Поэтому тебе нужно поскорее брать еще потом джунов. И вот так вот пул растет. Так, ладно, про то, как пул растет, еще поговорим. Давай, раз KPI зацепили, расскажи сначала про твои обязанности, что ты вообще как RM делаешь, а потом про KPI, по которому тебя оценивают. Ну, смотри, если по классике брать, да, ресурсного менеджмента, то примерно мы все занимаемся следующим. То есть мы планируем ресурсы, мы распределяем ресурсы. Ну, то есть, условно говоря, ты планируешь там, на какие проекты, сколько, кто у тебя может зайти, да. Потом ты распределяешь, уже непосредственно пристраиваешь этих людей на проекты. Потом ты мониторишь этих людей. А проекты тебя спускают? Ты уже знаешь, какие есть проекты, условно? Или ты по рыночку прикидываешь, сколько у вас может быть там в будущем проектов? Нет, в будущем это другое. Это имеется в виду только те, которые есть сейчас. Вот мы сейчас работаем с теми, которые есть сейчас. Ты видишь, какие есть сейчас, ты прикидываешь. Ага, вот там набирается команда, да, и у меня примерно вот есть как раз такая команда, я ее туда как раз могу отдать. Или там несколько разработчиков. Вот. Потом ты мониторишь, выявляешь проблемы, оптимизируешь. Следующий этап – оптимизация. И следующий этап, последний – это как раз планирование вот на будущее, то есть рост. Что за этап оптимизации? Что это такое? Ну, смотри. Вот ты сначала занимаешься мониторингом, ты всех своих ребят куда-то пристроил. Потом ты смотришь, что, например, Васе скучно на проекте, да, что он там не растет. Угу. Или, к примеру, что Петя вообще не работает. Ну, вот, он вроде устроился на проект, да. Ну, смотри, кто-то тебе скажет, Вася не растет, так это Вася проблема, он должен работу делать. Вася делает работу, остается дальше. А Петя не работает, ну, шел нафиг, уволили. Угу. Ну, с одной стороны, так тоже может работать, будем честны, да. Так многие компании работают, и им нормально. Но если ты хочешь очень большую компанию, то без оптимизации на месте не обойтись. То есть нельзя построить быстрорастущую, там, вот, громадную IT-корпорацию, да, не относясь к людям, ну, как к живым блюдам. По-человечески. По-человечески, да. Это и есть смысл оптимизации, типа, обращать внимание на этих людей. Да, 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 обращать на них внимание. Ну, иногда, будем честны, оптимизация, это еще и про увольнение все-таки, ну, потому что ситуации разные бывают, но чаще это про выявление проблем и поиски способов их решения. Это интересно. Далеко же не во всех компаниях есть ресурсная пул и ресурсная менеджера. Это зависит, наверное, от размера, чем больше компаний. Во многих больших есть. В больших. Просто там, где их нету, там часто и проблемы возникают, что разработчики выгорают из-за того, что на проектах засиживаются, и некому сказать, что делать дальше. Да, да, да. Так, хорошо. С обязанностями более-менее понятно. Мы еще потом на примере попробуем разобраться, как это происходит. Какие KPI? Как понять, что ты вообще работаешь и свою работу хорошо делаешь? Ну, KPI могут быть разные. В менеджменте это очень сложно. Да, это правда. Ну, например, утилизация, да? Сколько твоих ребят действительно пристроены на проекте? Но при этом стопроцентная утилизация, это зло? Скорее, да. Странный KPI такой. Ну, я объясню дальше. Давай. Утилизация, потом тот же Seniority Index, например, может, здесь KPI, да, ты должен выдержать там в определенном уровне. Retention Index. Это что? Сколько у тебя увольняется по причине, мне не хочется с тобой работать, мне не хочется работать у вас, мне дали более лучший оффер и так далее. То есть твоя задача еще людей утешивать в идеале. Это может быть headcount. Клиническая людьми. Да, тебе нужно дорастить просто там до определенного момента. Когда ты становишься уже, скажем так, повзрослее как менеджера, то может быть еще, например, маржинальность. Маржинальность? А, да. А она как меряется? Ну, смотри. Например, ты пристраиваешь людей на проекты, да, и вроде у тебя утилизация высокая при этом. Например, она может, ну, к примеру, даже она у тебя 100%. Ты всех пристроил, все круто. Но выясняется, что вот их зарплата, да, плюс overhead там за офис, за всякие налоги и прочее, все это вместе сложи, возьми вот ту прибыль, которую ты получил от заказчика в итоге, вот за этих людей. Выяснится, что в этом заработали, не знаю, 400 баксов за год. Ну, типа, это не круто, да? То есть тебе еще нужно следить за тем, чтобы за этих людей там как-то нормально платили, чтобы они были на нормальных позициях. Ну, потому что мало ли, ты отправил чувака сеньором на проект, он выросли дом. Вот за него, например, как за сеньора продолжают платить, ну, как вариант. Ну, это же неправильно, да? Наверное. Видите, это точно неправильно. Никаких, наверное. Ну, тем более, да. Рад, что ты меня понимаешь. Могут быть, например, еще люди, которые пристроены на проект, но работают на внутренних проектах. А как тут не потерять баланс между человеческим отношением к своим сотрудникам и тем, что спускает компания? Понятно? Ну, во-первых, мы сейчас говорим про модель, которую ты видел в сервисной компании. Ну, читай там аутсорс на максималках. Ну, вообще ресурсники, по большей части я знаю, что они в аутсорсах есть. Много людей, много проектов. И вроде как маржа у таких компаний, которые предоставляют сервис, либо бодишопом занимаются, как аутсорс-компания у них, маржа, чем дешевле продал человека, либо проект, услуги проекта, тем больше получил. То есть вроде как тебе, как ресурснику перед компанией выгоднее продать леда как сеньора и получать большую маржу. С другой стороны, сотрудники твои в твоем пуле будут тогда тебя считать не очень хорошим человеком. Тут баланс ищется или у тебя однозначно там за человека, а не за компанию, там за компанию, за человека? Ну, смотри, вот конкретно в таких финансовых вопросах, да, это не моя область ответственности. То есть я не знаю, кого там, за какие деньги продают. Но маржинально же как-то мериться. Маржинальность у меня, вот она начнет мериться с этого года только. То есть я еще с ней не работаю. Если что, тут я ничего не могу пояснить. Вот, но, во-первых, вот эти вот истории, да, что там продают жунов как сеньоров, я сейчас скажу, я ни разу такого не видел. Не, ну, это уже устаревшая классика. Понятно, что сейчас продать жуна как сеньора, это очень быстро выявляется, и у компании просто падает рейтинг, компании нормально такими занимаются. Ну, типа того, да, потому что, не знаю, это очень сложно будет делать, там же аудиты постоянно проходят всякие, минимум раз в год, и вообще, ну, типа, репутация, наверное, дороже, мне кажется. А отвечая на твой вопрос, типа, как искать баланс? Если я правильно услышал вопрос, да, ты спросил, как искать баланс между интересами компании? Да, именно так. Ну, лично я считаю, да, что РМ как раз тот человек, который должен найти этот баланс, но при этом для меня вот в people management на первом месте все-таки стоит people, а потом management. то есть лично я стараюсь своим ребятам, ну, выбивать, насколько я могу, условия получше. не потому там, что я ненавижу компанию, в которой я работаю, да, или желаю... Потому что это people management. Ну, типа того, или желаю ей там не зарабатывать. Ну, все-таки, чем больше компания зарабатывает, да, тем больше мне бонус потом дадут. То есть тут у меня прямая выгода есть. Вот. Но лично я считаю, что если ты вкладываешься вот в развитие человека, да, в развитие сотрудника, как... Ну, повышаешь лояльность, грубо говоря, то это... Ну, в том числе, да. В том числе, да. То есть в перспективе это окупается сильно больше. Объясни еще по поводу стопроцентной утилизации. Почему это не ок? Почему это... Почему это не главный KPI? Кажется, вот у тебя есть пул, есть люди, и как бы надо всех трудоустроить. Вот если ты всех трудоустроил, значит, все стабильно работают, приносят и доход компании, и сами работают, получают удовольствие, все. Так-то да, если ты не планируешь расти как компания. Именно для этого существует бенч, так называемый, да, там... Скамейка, скамейка запасных. Скамейка запасных, да, повод для приколов на различных прекрасных IT, там, хабрах и прочих историях. Бенч существует, то есть, ну, да, все знают, что такое бенч, или мне надо пояснить. Ну, давай поясним, вдруг кто-то не понимает. Ну, то есть, грубо говоря, бенч — это сотрудники, которые на данный момент без проектов, и они ждут какого-то проекта. И при этом они продолжают получать социальные бонусы, в смысле, социальные блага, отпуски, зарплаты и все остальное. Да, 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 в большинстве случаев это даже стопроцентная зарплата. Так, ну, вот странно, действительно, сидишь, ничего не делаешь. Я знаю случаи в некоторых компаниях, где люди по году сидят. Ну, по году я не слышу, но несколько месяцев бывает. Ну, смотри, для чего? То есть, бенч существует не только потому, да, что мы там не умеем людей на проект пристраивать. Ну, будем честны, иногда не получается действительно, не все идеально работает. Но в том числе бенч — это стратегическая инициатива. То есть, мы намеренно оставляем людей без проектов на какое-то время для того, чтобы, если зайдет вдруг новый кастомер, они, ну, заходят достаточно часто. Новый кастомер или новый проект текущего кастомера. Чтобы быстро на этот проект можно было сколосить команду и отправить, уже его стратовать. А не ждать, ну, представь, ты подписал контракт, да, с какой-нибудь компанией, не знаю, ну, придумай какой-нибудь супергромкий бренд, да, что, давай, прочитай, вот, ROT, да, с компанией ROT. ROT is a dream. А, да-да-да, у нас тут пульт звуковой ROT, возьмем ROT для примера. Они к тебе заходят, ты говоришь, да-да-да, мы вам все сделаем, все будет в лучшем виде, все вот, класс, все подписываете. Они к тебе подписались, они к тебе приходят, говорят, Леша, а когда вы начнете работать? Говорят, ну, подождите, мы еще людей нанимаем сейчас с рынка. И пошло там два месяца, три, четыре. Да, два, три, четыре, а так раз, и ребята там, не знаю, через пару дней уже приходят, знакомятся с тобой. Ну, и сродо это еще разрулить можно, старая компания, устоявшаяся, в смысле, если к тебе какой-нибудь старт-опен, и я и приходит. Ну, да. Которым надо здесь сейчас, а через месяц они уже будут в аутсайдерах. Да, именно так, какой-то стартап бывает, а такое тоже бывает, что стартапы часто хостятся. В сервисных компаниях, после того, как первый раунд инвестиций получили. Тут, наверное, надо маленькую ремарочку сделать на IT-бороде, еще ни разу мы не рассказывали. Чем отличается сервисная от аутсорсной компании? Ну, разве ты не рассказывал? У меня есть замут сделать большое интервью про это, но неизвестно, когда оно выйдет. Я понял тебя. Ну, смотри, аутсорсная компания, грубо говоря, предоставляет те же ресурсы разработчиков куда-то там. То есть, не знаю, приходит компания Sony и говорит, у нас все отлично, но мы сами вот не хотим нанимать пять девелоперов, потому что им надо там, не знаю, много платить в Японии. Но они нам нужны там, не знаю, заниматься чем-то. То есть, нам не нужна целая команда на целый проект, нам нужно просто пару разработчиков. Да, и пускай они там как бы с нами работают, они как бы работают у нас, да, но оформлены у вас. То есть, всю бюрократию вы на себя забираете, а у нас они просто делают работу, которую, скажем. Да, 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 да. Вот это вот аутсорс. Сервисная компания это, ну, скажем так, аутсорс на суперстероидах. Это когда к тебе приходит компания Sony и говорит, нам не нужно, типа, два разработчика, да, у нас есть проблема. У нас есть проблема, что наше приложение в Индии никто не скачивает. Помогите нам, пожалуйста, эту проблему решить. То есть, и ты собираешь команду, это не только разработчики, это и тестировщики, и бизнес-аналитики, и менеджеры, и даже бизнес-консультанты, которые получают полные права не просто тебе пофиксать баги, да, а прям решить вот конкретную проблему. То есть, они могут пойти сделать исследование в этой Индии, узнать почему. Они могут решить проблему даже на уровне таком, что, оказывается, другое Sony слово, которое вы добавили в название, ваше приложение, там, не знаю, на хинде, означает, там... Что-то нехорошее. Это тоже будет решение проблемы, которое может решить сервисная компания. То есть, аутсорс-компания головой отвечает за качество сотрудника, а сервисная компания отвечает за качество работы, которую она выполнила. Да, 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 за решение проблемы. То есть, она берет на себя полную ответственность. И очень часто кастомер в целом не то чтобы сильно может даже как-то влиять на эту команду. Но, с другой стороны, ты как компания получаешь сильно больше технических экспертиз. То есть, у тебя растет экспертиза командная. Ты так сколачиваешь команды и просто их можешь на проекты прям набрасывать. Да, да, да. Ну, бывали случаи, когда даже помогали бизнесу прям на уровне, что вот надо прибыль увеличить. Ты как ресурсное подразделение, как ресурсный менеджер целого пула, вы работаете по большей части как аутсорс или сервис внутри компании? То есть, к тебе приходят чаще за человеком, либо сразу за командой, которая решит проблему? Мне, скорее, чаще приходят за человеком, который заберут в команду, которая решит проблему. В то же время ты являешься ресурсником конкретного направления, в частности, JavaScript. Да, я работаю в практике JavaScript. В практике JavaScript. Так, если к тебе приходят за человеком, зачем ресурсникам, ресурсников делить на какие-то направления на практике? Если можно было бы сделать там один здоровенный ресурсный пул, в котором все-все-все-все-все-все, и приходить оттуда людей набирать. Зачем вот надо было брать тимлида, джава скриптизера и делать из него пул? Я понимаю, вопрос интересный. Действительно, в некоторых компаниях работает так, как ты говоришь, что есть там, условно говоря, большие ресурсники, которые могут даже в проге не шарить на самом деле. Ну, такое тоже может быть. У нас чаще РМ шарит в проге, и он, условно говоря, вот весь тот путь, который проходит сотрудник, да, он еще недавно проходил сам. Поэтому он, ну, более эффективно может помогать в развитии такому чуваку. Как можно не шарить в проге и распределять эффективные ресурсы? Да вот так. Ну, у тебя же есть система, ты знаешь, что Вася лид на ангуляре, что Петя сеньор на реакте. Ну, ты что-то не сможешь выбрать душой. Именно так, именно так. Выбирайте ресурсников с умом. Ну, и с душой. Есть много менеджеров разных, и на эти бороде было уже немало выпусков с разнообразными ребятами. Да, просто немало выпусков было. И немало выпусков, да. Давай попробуем разобраться в ключевых отличиях от других видов менеджеров, которые похожи на ресурсных. Ну, давай попробуем. Первое, что я слышал при подготовке, такого выпуска у нас не было, что есть групп-менеджер. Слышал ли ты такое название, если да, то кто это? Я слышал, читал, не то чтобы я сам сильно сталкивался. Если я правильно понимаю, то это такой менеджер, который скорее темами управляет. То есть вот одна... У меня единица, да, это человек, один разработчик. А у него единица, это скорее команда. А, ну то есть это вот как раз то, про что я говорил, когда сервисный подход. Ну, да, да, типа того. Став-менеджер. Я часто слышал, что это прям примерно то же самое, что ресурсный менеджер. Как ты к этому относишься? Что-то похожее в этом есть, потому что... Ну, это вот как раз часть обязанностей РМа, да, распределение. Когда ты видишь все проекты, ты видишь всех людей, ты пытаешься их сматчить. А это то, чем став-менеджер занимается? А это то, чем занимается став-менеджер. Этим может заниматься РМ, может не заниматься. Ты же только этим занимаешься, походу. Нет, не только. Так, что-то я упустил, походу. Ну, вот смотри, у меня в департаменте, да, есть стайфинг-менеджеры. В соседних департаментах их, скорее всего, может не быть. То есть люди, которые матчат проекты людей. А, да, да. Так, а ты же тоже матчишь проекты людей, как ресурсный менеджер. Ты знаешь, что Петя ангулярщик, и его можно отдать на проект с ангуляром. Да, но я точно знаю, например, что Петя этот ангулярщик, я не знаю, трубу шатал этому ангуляру и уже не хочет на этот ангуляр идти. Понимаешь? Более персональный подход. Да, да, да. А стайфинг-менеджер, скорее всего, этого не знает. То есть стайфинг-менеджеры, они под тобой, по факту? Ну, они... В одном пуле с тобой? Помогают, да, они рядом. Дальше поинтереснее. Инжиниринг-менеджер. Собственно, то, что у тебя, кстати, в тайтле стоит. Да, вот это вот странно, потому что по факту у меня тайтл ресурсного менеджмента, да. Да. Потому что сейчас у нас там вводятся инжиниринг-менеджментские тайтлы, они по-другому звучат. А, у нас недавно был выпуск с Ильёни Мира про инжиниринг-менеджмент. И давай я быстренько попробую пояснить, как мне показалось. Мне показалось, что инжиниринг-менеджмент – это ресурсный менеджмент, но в котором ресурс – это скорее технологические знания, которые он расшаривает на какой-то свой пул и старается держать их на уровне. Ну, плюс-минус, то есть это, скажем так, баланс между людьми и технологиями, наверное, так можно сказать. Похожа на твою работу? Я бы сказал, что похожа. Вы как-нибудь с инжиниринг-менеджерами переэто, кроссопыряетесь, слово забыл. Ну, у нас сейчас в целом идет некое слияние, да, вот рэмов, инжиниринг-менеджеров, я бы так сказал. Знаешь, как вот покемоны смотрел? Какая-то типа урэнджерсы, знаешь, в одного собираются. Ну, типа того, да. С другой стороны, есть HR, которые тоже работают с людьми, тоже вроде как матчат. И вообще до сих пор я в некоторых ребят спрашивал перед интервью знакомый, говорю, к кому вы первому обратитесь, если у вас что-то плохо с проектом, они говорят, к HR пойду. Гостбастерс. Ну, смотри, как вообще по классике это должно работать? Да, вот это HR-организация. Во-первых, есть, давай так, уже есть HR, которые вот именно human resources, которые типа отдел кадров, да. А у нас, например, есть еще HR people-partner. HR people-partner – это вообще отдельно стоящая от всего менеджмента организация, которая, скажем так, зрит со стороны. То есть вот есть проект, да, есть ресурсный пул, есть сотрудник. И вот они вот кроссопыляются все вместе. А что они делают? Ну, ресурсник там пытается сотрудник развивать, проект пытается на сотрудники деньги зарабатывать, да. Вот сотрудник между ними находится. Так а HR people-partner этот? А HR где-то со стороны на это смотрит, и вот к нему можно, по идее, там, прийти, например, пожаловаться, да. Если вот как, ну, если что-то не так идет. Ну, то есть, условно говоря, да, кому звонить, если дерется милиционер с пожарным, да. Ну, например, директору кому-то. Ну, да, 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 HR-у нужно звонить. Вот анекдот такой был, когда чувак звонил в службу газа и говорил, что... А, окей. Ну, то есть, это отдельно стоящая организация, которая присматривает, которая, по идее, там... То есть, вот у нас есть HR people-partner, с которыми мы работаем, но они не подчиняются ни мне, ни моему менеджеру. У них своя структура. Это специально сделано, вот удаленно от всего, чтобы был какой-то арбитр, скажем так, со стороны. На всякий случай. Но они не являются вашими руководителями. Не являются. То есть, это одноуровневая иерархия. Да-да-да-да-да, просто рядом. Ну, и у них, как правило, вот, ну, сильный, уже очень сильный перекос именно в people. То есть, можно сказать, что... Можно ли сказать, что HR и people-partner, они работают, в первую очередь, с людьми, инжиниринг-менеджеры работают с технологическими экспертизами, а вы работаете и с тем, и с тем, в равных долях. Да, то есть, это вот такой вот микс. Так, хорошо. Ну, выглядит так, что вы такие ребята прям важные. Ну, надеюсь. Прям даже важнее всех. Даже так. Ну, типа, если взять компанию, которая хочет чисто быть мощной инженерной и вообще забить на людей, то им уже вот нужен только инжиниринг-менеджер. Если нужна компания, которая хочет людей лелеять и вообще не зарабатывать, вот они с HR-ами могут работать. А вот стабильно нормальная компания, это вот к вам. Ну, типа того, да. Ну, я думаю, все-таки... Да, это ко всем. Это как раз симбиоз из всего вот этого вот, потому что, ну, как я уже говорил, тяжело. Тебе будет очень тяжело построить там большую просветающую компанию, да, если ты не будешь вкладываться в людей. Но и в технологии тоже нужно вкладываться. Поэтому вот надо искать баланс. Что насчет проект-менеджера? Он тоже менеджер. Понятное дело, что он работает на уровне ниже, он работает на уровне команды, проекта. Поэтому тут про разницу спрашивать смысла нет, но вы с ним по-любому должны пересекаться. Потому что когда там кого-нибудь спросишь, как люди попадают на проект, тебе много кто ответит, что через проект нового менеджера. Проект стартует, и проект-менеджер идет, набирает людей в себе в команду. С другой стороны, мы сейчас узнаем, что есть, видите, ресурсный менеджер, который людей распределяет в команды. Конфликт. Смотри, условно говоря, project-менеджер, если там миновать уже стайфинг этих менеджеров, то, если упростить, он идет ко мне. Говорит, мы стартуем проект. Нужно 10 ангулярщиков, 10 реакторов с AWS. Ты говоришь, ну, у меня есть 5, к примеру, да. Пошли торги, да. Да, пошли торги. У меня есть 5, я могу еще 2 с рынка нанять, если хочешь, потому что вот я, знаю, что у рекрутеров есть там 3 контакта условно. Вот так вот и попадают люди на проект. То есть проект-менеджер, он ниоткуда людей, кроме как вот ресурсного менеджера, взять не может. А он не может сам нанять, там пойти? Нет. То есть там структура уже выстроена в крупных компаниях, что так нельзя просто... Ну, часто бывает еще так, что, может быть, проектный менеджер совмещать в себе проектную ремскую роль, к примеру, тогда он может нанять. Но чаще он идет в ремскую организацию, так называемую, говорит, ребят, мы стартуем, вот мне пофиг, да, но чтобы в куску боте вот здесь было там 3 команды. Ну, к примеру, да. Иначе мы кастомера потеряем. И все начинают думать, блин, где мы возьмем 3 команды? У нас на бенче 6 человек. Вот. И пошло, поехало дальше. Каждый по 0.33, погнали. Каждый по 0.33, погнали. Кто-то где-то нанял, кто-то там нашел человека, который хотел бы давно проект сменить и так далее. Но все же, кто ставит финальную точку в том, что человек уходит на проект? Все-таки проект-менеджер может настоять, что вот этот Вася с ангуляром идет ко мне? Или вы как ресурсник? Нет, я ставлю. Ну, это хорошо. Ну, это для Васи очень хорошо. Часто. А что будет, если, например, к тебе приходит несколько проектов, а у тебя один Вася, а тебе надо на оба проекта ангулярщики? Смотри, моя задача первостепенная, это даже не то, чтобы Васю так называемый утилизировать, да, ну, тоже опять же слово для нашего уха. Очень странное. Ну, условно говоря, пристроить на проект. Это для меня важно, да, но, условно говоря, я могу подождать. То есть, я могу поддержать Васю, пока ему не придет очень хорошая какая-то инициатива, на которой Вася точно будет развиваться. То есть, если к тебе приходят два проекта, на которых можно устроить Васю, но Вася в рог уперся и говорит, я там не буду развиваться, и ты видишь, что они ему не подходят, ты можешь сказать, ребята, project manager, сорян, но в нашем хуле пока никого нет. А если они узнают, что у тебя есть Вася? Нет, они видят, что есть Вася. В системах же все видно. Конечно, пойдут на тебя нажалуются, скажут. Ну, пускай жалуются. Что это ты тут вообще Васю нам дал быстро? Пускай жалуются. Ну, то есть, ты еще уступаешь таким девелопер-адвокатам? Ну, стараюсь, стараюсь. Ну, тут, понимаешь, все-таки... Это зависит от стиля управления РМа. Зависит от стиля управления РМа и зависит от того... Ну, многое от чего зависит, короче. От той же утилизации, да, например. Часто бывает такое, что, например, ну, все-таки Васю надо туда отдать, да. Например, не знаю. Ну, например, Вася Джун, он все равно сам не знает, куда идти. Ну, как вариант, да, как вариант. А если... Другая ситуация немножко. Если два проекта приходят, Вася туда и туда подходит, туда и туда ему норм. Как ты решаешь, на какой проект он пойдет? Да, посмотрю на какие-нибудь косвенные признаки, на то, что там за команда, куда Васе персональнее больше подойдет, что там за менеджер, куда Васе персональнее, как мне кажется, больше подойдет на долгосрочность. Ну, к примеру, один проект может быть там. А ты не будешь смотреть на то, на какой проект больше надо? Типа, там проект, например, с бюджетом 10, а там проект с бюджетом миллион. Вот в этом очень большое преимущество. Твое место, где я работаю, и я этого не знаю. И это сделано специально. Хорошо, чтобы быть объективным. Да, чтобы я, знаешь, не ориентировался на это. Это круто. Если ты решаешь по факту, конечное решение даешь на то, кто куда уходит, то кажется, что и ты весьма не косвенно отвечаешь за то, просрали проект или нет. Потому что если ты неправильно подобрал людей, либо кого-то не додал, то ты вроде как и виноват. Это вброс. Очень косвенно, очень косвенно, если знаешь так, скажем так, рассуждать морально. Ну, придет тебе пьема, скажет, дал бы Васю, мы бы закрыли проект. Ты так видишь, он клиент ушел. Чего ты Васю этого? Клиент ушел, а мы потеряли Васю на 100. Ну, скажу, ну, ребят, сорян, мы не могли знать, что вы потеряете, да, там, клиента. Я смотрел, что Вася у вас будет очень плохо, и он бы, скорее всего, уволился. Ну, такие ситуации бывают? Когда Вася увольняется? Не-не, когда на тебя пытаются перевесить ответственные за то, что не получилось на уровне ниже тебя. Ну, проектная работа, она ниже тебя, ты же в ней никак не участвуешь. Ну, она не ниже, она где-то вот на одной... В смысле, она на другом... На другом. В другом вселенной, да? В другом. Да-да-да. Это не твоя сфера обязанности. Ну, прямо же и все мы люди, все мы человеки. Бывало, что приходили и там, ну, за что-то ругались. Но в целом это не твоя зона ответственности. В целом не моя. За это трудноделие получает PM. Так как мы затронули тему работы в командах, и мы уже немножко про Bench поговорили, я не нашел, куда дальше этот вопрос сунуть, а узнать хочется ответ его. Эффективность Bench'а. То есть, когда Вася сидит на Bench'е, скажем, наступает же какой-то момент, когда уже становится понятным, что дальше Вася на Bench'е держать, но это прям совсем большие какие-то издержки. Или ты про это не думаешь? Типа, как рассчитывается вообще эффективность этого Bench'а? На какой момент-то Васю условного можно держать на Bench'е, а дальше уже пора Васе говорить, чтобы он как-то тоже сам включался, или там не Васе говорить про это? Ну, смотри, во-первых, там есть условные, если говорим про Кипя, есть еще Cost of Bench, к примеру, можно посмотреть, да, сколько у тебя стоит твой Bench. Условно говоря, сколько он бюджета отъедает. В смысле, сколько компания тратит на сотрудника, сидящего на Bench? Ну, на всех твоих, которые сидят на Bench'е, да, сколько это стоит, чтобы ты примерно там ориентировался. Bench может быть разным, и в большинстве случаев это не так, что тебе сказали Леша, проекта нет. Вот ты сидишь на Bench'е, да, спонсор плат, и в большинстве случаев к тебе приходят и говорят, Леша, смотри, ты попал на Bench сейчас, да, а пока что для тебя проекта нет. Смотри, для того, чтобы следующий пристроиться, вот у тебя английский низкий, давай ты пойдешь на курсы английского корпоративные, за это время спокойно походишь. И вот тебе еще курс подготовки к кастомерскому интервью, тоже на английском, тоже пройдешь. И вообще, не знаю, давай ты еще вот параллельно, может, в каком-нибудь внутреннем проекте поучаствуешь. То есть ты к тому, что Bench, он сам по себе еще может быть эффективен. Да, да, да. Выше нуля. Просто не просто человек сидит и ничего не делает, он еще потягивает себя. В идеале человек не должен сидеть и ничего не делать, в идеале человек должен продолжать развиваться, это вообще идеальное время для того, чтобы зафиксировать какие-то свои гэпы. А внутренние проекты? Казалось бы, что Bench – идеальное место, чтобы отправлять людей на внутренние проекты. Ну, как вариант, да. Тоже так работает? Работает. Окей. Можно внутренние. Иногда человека жалко на внутренние проекты давать. Почему? Ну, я знаю, что для него скоро придет что-то классное. Понимаешь? Ну, к примеру, у него там… А он может застрять на внутренних проектах? Да, да, да. Я серьезно. Досмотри это видео до конца. Там будет прям полезная для тебя информация. Сейчас у нас будет чуть больше шума, но я думаю, тут жара пипец. Жара вообще, да, жесть. Просто. Я думаю, как мне следующий интервью-то записывать? Надо ночью людей звать. Ну, вечером можно. Очень странно будет, если я человеку предложу ночью записаться в приватной квартире на окраине города. Я же пришел. Ну, ты-то знал, на что ты идешь. Ну, тоже верно, да. Мы разобрались с тем, как ты взаимодействуешь с командами разработки. Теперь давай немножко подробнее поговорим про людей. Да, фай. Ты уже говорил, что иногда ты обращаешься к HR-ам для того, чтобы они... Не к HR-ам, а к рекрутерам для того, чтобы они нашли нужных кадров, если не хватает. Сам ты занимаешься рекрутингом? Я занимаюсь тем, что называется хайринг-менеджмент. Что это? То есть, условно говоря, вот есть рекрутеры, да, которые, ну, или там, как их у нас называют, talent acquisition команда, они находят людей. Там, не знаю, по объявлениям, по каким-то своим каналам, LinkedIn, не знаю, и устанавливают с ними контакты. Вот. Дальше к ним прихожу я, говорю, ребят, нам нужно, там, не знаю, четыре разработчика с нон-джес и AWS, там, сеньоры лиды. Такого уровня. Они говорят, да, у нас уже есть контакты, мы тогда можем их позвать на собес. Ты идешь, находишь технического интервьюера себе в пару. Интервьюер рандомный, либо это человек с проектов потенциальных, на которых будет работать этот человек? Смотри, ты собеседуешь, в первую очередь, к себе в пол. Не на проект, да, в пол. То есть, в первую очередь, компетенция важна? Да, 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 да. То есть, иногда это может быть совмещено, если, например, точно знаешь, что вот он подойдет к себе в пол и сразу на проект, тогда, наверное, есть смысл позвать кого-то с проекта, чтобы им тоже там понравилось, не понравилось. Но вполне такое может быть, что им не понравилось, тебе понравилось, ты его тогда забираешь, на проект не отдаешь. Бывает ли такое, что ты сам с кем-то там познакомился на конференции, и тебе чел понравился, и ты его в обход талент-менеджмент команды берешь. Ну, либо... Не в обход, ладно, в обход нельзя, наверное, но ты просто приходишь к талентам и говоришь, вот чувак, классно, давайте его возьмем на собес. Да, мне еще бонус дадут за это. Но если ты человек просто... Знаешь же, есть же барьер вот этот в талент. У рекрутеров есть барьер. Есть барьер там, например, автоматических систем, которые автоматически скорят человека и видят, что он не подходит. Вот ты познакомился с челом, ты узнал, что вот он очень классный ангулярщик, ну, например, он там на английском не вытаскивает, или, например, он там долго сидел на проекте или скакал очень часто, ты понимаешь, что по скоринг системам, скорее всего, он не пройдет даже вот этот прескрининг. Можешь ли ты как-то повлиять, чтобы его все-таки довели до собеседования? Да, могу, и более того, периодически таких кандидатов предлагают ну, в целом просто так, да, без знакомства там со мной, просто говорят, смотри, есть чувак, мы его посмотрели, у него есть вот такие-то гэпы. И ты можешь принять, ты можешь с ним поговорить, выяснить, например, что да, у него, например, очень плохой английский, к примеру. И ты тогда принимаешь решение, ну, дальше твоя ответственность. Если ты его наймешь, да, сможешь ли ты ему этот английский подтянуть? Если понимаешь, что сможешь, или понимаешь, что ты сможешь его устраивать так, чтобы он без английского работал, так иногда тоже возможно, то тоже можешь взять. А ускорить проект, процесс хайринга? То есть, например, скипануть там какие-нибудь вот автоскоринг-системы. Сказать, вот, все, я нашел человека, блин, позарез, через неделю надо, давайте быстренько его на собес. Слушай, он там и так очень быстрый, у меня никогда на насти не было. Это все хорошо работает, если человек, например, входит из проекта в проект. Ну, там, отработал на одном проекте, пошел на другое, поработал. Тут классно, понятно, зачем ты нужен, ты связующее звено между человеком и компанией. По факту, ты и есть для него компания. Ну, в каком-то смысле, да. А если человек совместится, например, на проект, на котором он понимает, что коммитается работать там 5 лет, ну, 5, ладно, 3-4 года, то есть для него ты это просто звенящая мушка, по идее, потому что для основной импакт до него будет нести команда, project manager, там, не знаю, team lead, с которыми он будет коммитаться, работать надолгую. Кажется, тут вообще RAM не нужен. Или таких не бывает случаев вот в системе, например, в компании, где мы работаем. Ну, смотри, зарплатой ты его все равно, но я управляю. А, ок. Ну, да, тут есть связующее звено. Ну, все-таки какое-то есть, да. Я опробую его отпуска. Я занимаюсь там его больничными. Почему HR не может этим заниматься? Или по должностным инструкциям просто вот конкретно там в том же IPAMI HR этим не будет заниматься? Ну, HR-то все-таки про другое немного. Но HR же не будет зарплату повышать. Ну, да, тоже верно. И он, по идее, не может принять решение по повышению зарплаты, потому что... Ну, смысл RAM в том, что он видит, как человек развивается, да. Он может там, не знаю, помогать, не помогать им развиваться. Это уже дело десятое. В идеале должен помогать. Но как минимум он должен видеть. Он должен понимать, что ага, Петя в этом и в этом вырос. Можно ему поднять ЗП. Даже превентивно, например. То есть мне вот, например, очень... Такое слово сегодня. Да? Ну, допустим. Превентивно поднять зарплату, сделать специальную зарплатную операцию. А, в этом смысле, блин, я так не подумал. Ну, короче, без того, когда к тебе человек пришел, да, вот у меня, например, такое бывало частенько, что я вижу, там, не знаю, вот Андрей, да, Андрей растет, Андрей, там, вот, вкатился в AWS, не знаю, там, девопс подучил, вдруг там на проекте работает. И я смотрю, что, ну, Андрей, уже пора бы зарплату повысить. Я просто повышаю ему зарплату, назначаю с ним встречу, говорю, чувак, ты молодец с том-то, том-то, у тебя с следующего месяца уже будет новая ЗП. Я чувствую, в комментариях сейчас подожжешь кучу поп, напишу, такого не бывает, чтобы к тебе пришли, зарплату повысили. Ну, я тебе больше того скажу, Леша, если я не буду этого делать, у меня есть специальные репорты каждый месяц, в которые, в том числе, входят underpaid люди, ну, вот, которые уже зарплата выходит за рамки вниз. Откуда тогда берутся, вот сейчас пойду по больному немножко, если можем на эту тему поговорить. Давай попробуем. Откуда берутся тогда истории с женами, которые невыдуманные, мы знаем эти истории среди наших знакомых, когда жены приходят в крупные компании, в мелкие компания, в вольтсорс-компании, и им не повышают зарплату очень долго. Либо они очень долго сидят в какой-то должности, и там, не знаю, ты приходишь спросить зарплату, а тебе говорят, подожди еще, еще, еще. Почему с женами это сплошь и рядом? Или это... Ну, смотри, я за всех не знаю, да? Ну, понятно, субъективное мнение. Да, то есть я могу за себя говорить. Мы сейчас не выражаем позицию ЕПАМа вообще никак. Мы делимся абсолютно субъективным мнением. Ну, смотри, как это у меня работало, да? Когда у меня были джуны, сейчас, понятно, с джунами напряженка в наше время тяжелая, но я повышал джунам зарплату до того, как они становились медлами два или три раза обычно. Медлами они у меня, как правило, становились, ну, за год с небольшим. Но для тебя, как для ресурсника, это же затраты. Мы знаем, что джуны, они долгое время, пока они джуны, они несут затраты для компаний сильные. Они не приносят... Конечно, компания на джунах не зарабатывает, ну, как правило. Как правило, да. Потому что у джуна хоть низкая зарплата, да, но у него еще есть overhead, так называемый. Это, ну, на каждого сотрудника ложится еще дополнительно за офис денежка, да, там, не знаю, за интернет. Ну, понятно, он обходится денег. Да, 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 он обходится денег, и джуны вот вместе с этим overhead, они на самом деле стоят дорого. Вот, понятное дело, что кастомер не будет платить за джуна дорого. Зачем? Поэтому компания часть расходов, как правило, берет на себя. Тогда сейчас мега-убер вопрос. А зачем джунов нанимать? Нанимайте мидлов сразу с других компаний. Так не хватает мидлов, Леша. Во-первых, не хватает мидлов с теми темпами роста, которые есть, да. А во-вторых, ну, иногда проще вырастить. То есть компания адекватно понимает, что нужно растить джунов, чтобы не было еще больше нехватки мидлов. Да, да, да. А когда джун уходит из команды, ну, частая ситуация, что джун, почувствовав себя мидлом, идет и говорит, я мидл, ему говорят, чувак, подожди, пожалуйста, ты еще джун, там на проекте еще надо работать, он обижается, не обижается, просто уходит на рынок и устраивается мидлом в какую-нибудь другую компанию. Как с этим вот жить ресурснику? Типа, это большой риск для тебя, небольшой риск, то, чем ты живешь, это нормально, ты там закладываешь какие-то на это эстимейты, не закладываешь. Ну, ты именно про джунов хочешь поговорить или вообще? Ну, наверное, про джунов, потому что пока что именно про ситуацию с джунами, потому что они не приносят все-таки вэлью, особенно отдельная ситуация. Про увольнение мы дальше еще поговорим. Ну, смотри, у меня за все время моей работы ни один джун никуда не ушел, поэтому я не медлы уходили, сеньоры уходили, лиды уходили, джуны ни разу. И это не потому, что в контакте так написано. Да, у меня в контакте как-то написано. Делай все, что угодно, чтобы не уходили джуны. Ну, смотри, во-первых, как правило, у меня люди в джунах надолго не задерживались, да, но я считаю, что год там, год полтора это не очень большой срок, да, чтобы посидеть джуном. Плюс зарплату я таким повышал исправно каждому, ну, практически по одному и тому же лекалу. У меня такого опыта не было, но я могу ответить на этот вопрос глобально про всех. Ну, давай, давай. Да, ребят. Смотри, у меня вот в компании первый РМ был, он меня научил одной прикольной штуки. Такой про people. Это ты что показал сейчас? Прикольную штуку. А, прикольную штуку. Ну, типа, Дима меня научил прикольную штуку. А, я понял. Ну, короче, Дима, он до сих пор работает, он учил про people manager, и он мне сказал, говорит, видеть, смотри, для меня главная задача, да, это сделать так, чтобы, ну, типа, человек, грубо говоря, здесь был счастлив. Ну, как бы громко это не звучало, да? Вот. вот, и если я вижу, что ты будешь счастлив в другой компании, то есть, словно говоря, что здесь мы тебе уже ничего реально не можем дать, чтобы ты пришел, но с таким оффером, который, ну, вот, нечем крыть, то я тебе скажу, типа, чувак, да, иди туда, там тебе будет лучше. И я вот стараюсь этой философии придерживаться. Если от меня кто-то хочет уйти, я смотрю, реально ли человеку там будет хорошо. Если я сомневаюсь, я пытаюсь это обсудить, ну, в рамках, там, процесса ретеншена. Если я понимаю, что у человека там, не знаю, и оффер громадный по сумме, и там какая-то крутая компания, там, и он переедет, например, в страну, в которую он мечтал все время переехать, и здесь не может, ну, к примеру, то я обычно говорю, что, дорогой там Леша, удачи, иди туда. И при этом никаких обид, если хочешь, возвращайся. Конечно, конечно. Это прям, это прикольная штука, потому что я в свое время, я в многих компаниях работал, и на ИПАМе больше всего чувствую, что эта компания нормально относится к возвращению. У меня просто есть несколько знакомых, которые работали, и работают, которые по два, по три раза возвращались. Для меня, для человека, который ходил из компании, в компанию раз в полтора-два года, всегда было нонсенсом, как можно вернуться в компанию, в которую ты уже поработал, но у тебя же явно с ней какие-то проблемы, если ты ушел, потому что я всегда из компании уходил через какие-то мискоммуникейшны с начальством, с командой. Нет, ну давай так. Все-таки есть нюансы. Да, действительно, например, каждый exit talk, так называемый, я как минимум стараюсь говорить, я знаю, другие ребята тоже так делают, что типа мы, если что, тебя ждем, ты иди, но если вдруг поймешь, ты не знаешь, что тебе, ну не то, то возвращайся, мы тебя будем ждать. Иногда я прошу рекрутера про какого-нибудь человека, который у меня ушел, там через годик, типа сходить, узнать, как у него там дела. То есть это не пустые слова. Если ты говоришь, что ты ждешь кого-то, то ты как РМ можешь там через годик действительно как-то поспособствовать, чтобы этот человек вернулся, если он захочет. Да, конечно, конечно, еще как. Причем, чтобы сразу ко мне, у меня такое было, что прям ко мне возвращались. Прикольно. Но, но, так к вопросу о нюансах, да, если ты, к примеру, не знаю, уходил, ну давай так, если ты там что-то украл, да, или там матом всех обложил, ну и с тобой вообще невозможно было работать, да и уволили тебя, ну не просто так, да. Ну токсичным поведением, да, выделился, например. Да, или там, не знаю, закон нарушал, то, ну в таком случае тебя, конечно, не будут рады назад. Да, бери с собой шоколадку. Типа того, да. А если человек ушел, допустим, жном, нет, медлом ушел, таким начинающим, а через год приходит и на сеньорскую позицию собеситься. И с шоколадкой, и все как положено. То есть он... Его будут собесить на сеньорскую позицию. Все нормально, типа все по стандартам. Ну да, конечно, если он пройдет интервью на сеньорскую позицию, его возьмут. Как это мы раскрутили очень сильно тему. Изначально вопрос был, как хайрить с рынка. Вот так. Откуда к тебе попадают люди, да. Давай еще немножко про типы управления. У тебя тип управления такой, насколько я понимаю, семейный. Ну, как тебе сказать... Я не хочу сейчас в теорию углубляться там про тип управления. Я просто хочу от тебя услышать, как люди... Какие бывают ТРМы? Давай так. У меня тип управления индивидуальный. Индивидуальный. То есть я стараюсь, ну, насколько могу, да, пытаться понять, чего человеку надо, что он хочет. Бывают люди, знаешь, которым нужна прям такая вот строгая важность. Типа чуть ли не там опрубовать каждый шаг, письма писать, там вот это вот все, чтобы все было официально по правилам. Фидантичный подход такой. Да, вот с такими людьми я стараюсь. Если я вижу человека, что это надо, я стараюсь ему это дать. Некоторым ребятам важно знать, что был такой приятельский подход. Типа хэ-хэй, там, что там, как дела? Да то вот, ну, с такими людьми я тогда так действую. Бывает, что, кстати, человеку вообще не особо надо, чтобы к нему РМ ходил. Ну, например, когда он на проекте, там, работает три года и у него все нормально. Да, у него все нормально. Он просто, ну, он говорит, говорит, слушай, я, ну, вот честно, мне от тебя ничего не надо, да, говорит он мне. Я знаю, что тебе нужно, там, по правилам, ко мне раз какое-то время приходить. Давай вот будем приходить, там, что-то там формально общаться. Если мне прям что-то будет нужно, я к тебе приду. Ну, вот это вот тоже, ну, тоже так работает порой. Слушай, а идеально было бы иметь пулу с таких людей исключительно? Раз в год пришел к ним? Ну, это если тебе не интересно. Тогда, да. Справедливо. Индивидуальный подход. Но есть же, наверное, другие подходы. То есть, я вижу твой подход как подход достаточно лояльный к человеку. Я стараюсь. Стараешься. И есть же наверняка РМ, которые лояльны больше не человеку, а, например, компании. Наверняка. Как ты к такому вот относишься? Это еще один способ управления, который ок, может быть, либо это все-таки по твоей системе вот понятие ценностей это так не должно быть? Или... Ну, по моей личности системе ценностей так не должно быть. Я за то, чтобы человек был на первом месте, а не компания. People, management. Да-да-да. Сначала people, потом менеджмент. Но при этом я понимаю, что вот во времена, например, как сейчас, кризисные, люди, которые такие, знаешь, более формальные, более строгие, более серьезные, что вот на них мы в первую очередь выйдем из кризиса. А потом уже я... Почему? Потому что что? Потому что они не сусолятся? Ну, да. Не сискаются? Типа того, да. Типа, иди на проект, все я сказал, нам надо. Ну, к примеру. Потому что, ну, сейчас вот такое время, да, тяжелое. Ну, ты видел эту картинку, где было... Где чувак в таких старых брюках, там, вот так под поясным ремнем, заправленной рубашкой, в сандалиях с носками написано, если у вас менеджер выглядит вот так, то ваша компания переживет кризис. Вот. То есть я все-таки, наверное, я понимаю, что вот я как менеджер для кризиса не очень подхожу, для кризисных времен. Ну, мне так кажется. Ну, да. Это же мы еще говорим с точки зрения выживаемости бизнеса, то есть компании. Когда речь идет о выживаемости компании, тут хочешь не хочешь, надо прогибаться под компанию. Я как бы сейчас прогибаюсь, скажем так. Ну, то есть, если раньше, например, я мог там позволить человека там на бенче держать несколько месяцев, потому что, ну, проект нормальный не находится, да, для него нормальный. Я имею в виду вот такой, который ему точно будет фит. Я тогда жду. И отбиваюсь от всех, говорю, не-не-не, мы ждем, мы ждем, все, он потом устроит. То сейчас, скорее всего, я к такому человеку приду и скажу, чувак, ну, надо таки пойти. Слушай, а бенч насколько гарантирует то, что человек останется в пуле и в компании? В смысле, бывают такие ситуации, когда человек настолько долго на бенче, что уже все, ты не можешь его больше держать и проектов нет. Бывают. Что в таком случае делают? Можно ли его отдать в другой пул соседний или что? Или ты его увольняешь как-то лайтово? Что происходит? Ну, разные бывают случаи. Так, смотри. Во-первых, могут быть разные причины, почему человек на этом бенче так долго. Ну, к примеру, его уникальная экспертиза, да, и для этого уникальной экспертизы действительно нет проектов. Ну, вот так вышло. Его наняли когда-то, он был очень нужен. Понятно. Какой-нибудь чиф, который там вот... Да-да-да. Только в том, что у DP это не лего херовое, вот очень хорошо в этом разбирается. Когда-нибудь за шутка тебе надоест. Саша, напиши мне. Он так пишет. Саша, привет. Короче, смотри. Ну, на самом деле, это немножко еще косяк Рэма, да, что он замкнулся на вот этой вот своей узкой штуке. Наверное, надо было ему что-то еще дать. Ну, попробовать его на что-то еще там переучить. Нет, ну подожди. Если мы про чифов говорим, чифы это же конкретно узкоспециализированные чуваки. Ну, наверное, про них смысла говорить-то и нету. Они, в принципе, и так понимают, что они приходят на какой-то проект дальше. Ну, как правило. Окей. Ну, а если, да, если вот у нас человек есть... Вот есть такой человек, и ты понимаешь, что, ну, никуда его не пристроишь больше. Ну, варианты могут быть разные. Ты можешь сказать, как есть, типа, чувак, смотри. Ну, вот для тебя, скорее всего, работа не найдется. Ну, вот в ближайшее время у нас вряд ли что-то придет с твоим скиллом. Давай тогда мы попробуем тебя переучить. Ты переучишься на что-нибудь другое. Такое... У нас же уже время в Бенче закончилось. Ты уже видишь, что... Нет, ты заранее это должен понять. А-а-а. Ну, как бы, да. О-о-о. Если ты просто, не знаю, забил, да, и человек там три месяца просидел, ну, это уже плохо очень для тебя, как для РМ, а это твой косяк. М-м-м. Хорошо. Переучиться. А переучиться, это же иногда еще и значит пойти, например, на позицию пониже. Или нет? Нет, у нас не снижают позиции. Ну, смотри, переучиться можно по-разному. Можно, например, из JavaScript в Java пойти, да. Ну, это уже, наверное, не твоя обязанность, аж пул JavaScript как-то сможешь, чувака, в другой пул перекинуть. Ну, я его просто перекину, да. Я скажу, типа, ребяту, такое просто бывало. Ко мне переходили люди из тестирования, переходили люди из Java. Там вообще на самом деле такая лоббильность в этом смысле. У нас есть... Я знаю, что из Java в .NET постоянно все переходят. Ну, понятное дело, куда же еще? Нет, у нас есть, вот, пример, я знаю, девочка работала офис-менеджером, стала стаффинг-менеджером. Есть девушка, которая работала HR-ом, перешла в JavaScript-разработчики. Подожди, а при чем тут стаффинг-менеджер тоже твой пул? Типа, у тебя есть стаффинг-менеджеры, поэтому ты тоже в некоторых людей стаффинг-менеджмента... Нет, я просто видел этот пример со стороны. А, окей, окей. Вот. Так, ну, мы отвлеклись от основного вопроса, как обычно, сегодня. Смотри, вот мы попробовали человека переучить, да, но, например, не получается. И вот он ходит на эти проекты, ну, на собеседование ходит проектные, ну, там, типа, одно завалил, второе завалил, третье завалил, четвертое, пятое, ну, вот дофига завалил уже интервьюшек, но, скорее всего, наверное, тогда это будет увольнение. Может ли это быть увольнение с каким-нибудь более простым путем потом восстановления, если проект появится? Может быть. Такое собатико. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Хорошо. А как... Окей, давайте... Ну, опять же, там все равно миллион деталей, потому что, например, человек мог ходить и заваливать эти интервью не потому, что он, ну, не знаю, плохо знает технологии, а потому что... Ему не нравилось, например. Ну, ему не нравилось. Это другой вопрос. Бывает так, что, не знаю, там, ну, в системе, да, все видно, как риджекты, а на самом деле это там просто поотменяли эти интервьюшки. Ну, или там, не знаю, что-нибудь еще. Понятно. А если вообще в целом говорить про систему... Вернемся к изначальному вопросу про типы управления, да? Ты как ресурсный менеджер, какие ты имеешь пряники и кнуты? Способы воздействия позитивного подкрепления, негативного подкрепления на своих сотрудников? Ну, смотри. Позитивное подкрепление, негативное. Я просто в e-mail в последнее время погрузился. Да, кстати, точно. Да, я тогда или нолик, или единичку отправляю. Кнут и пряник. Чего? Какие у тебя есть инструменты? Ну, смотри, мотивация, да, финансовая и не финансовая, во-первых. Финансовая, понятно, это повышение зарплаты, бонусы, различного рода, их там очень много. Не финансовая, это все остальное. Там, рекогнишн какой-то публичный, да, возможность человеку что-то выучить, там, какие-нибудь курсы, релокация. Опять же, то есть плюшек очень много. Очень много разных плюшек можно человеку дать. Иногда просто можно сказать, ты молодец, спасибо, это тоже на самом деле. Не все могут. Не все могут, понимаешь, люди почему-то к этому так относятся пренебрежительно, как будто это вообще ничего не значит. Ну, типа, знаешь, типа, ну что, какая разница, да, это очень важно. Ну, когда вот ты, ну, потому что для, часто для твоего сотрудника, да, ты же все-таки, ну, какой-никакой, но авторитет. Ты уже человек, который там давно работает, там, решение важное принимаешь для него, зарплаты там, проекты. Вот, и не знаю, это очень важно, мне кажется, прийти и сказать, чувак, спасибо, ты молодец. Ну, во-первых, тебе это ничего не стоит, во-вторых, ну, блин, это же важно. Согласен. Вот, а не, ну, кнутом, да, скажем так, ну, их, наверное, не так много, зарплату мы не понижаем. Ну, такое бывает, я так понимаю, в индустрии. Ну, где-то бывает, наверное. Я просто даже не могу представить ситуацию. Не, хотя сейчас, во время коронавируса, ну, просто когда рынок рос, когда тебе приходят, говорят, понижаем зарплату, ты собираешься и уходишь. До свидания, да. Спасибо. То есть, вроде как вообще невозможно. Пока вы понижали, я уже устроился куда-то еще. Ну, в целом, кнуты, кнуты. Тут надо, наверное, сразу сказать, зачем кнуты. Ну, допустим, бывает такое, что сотрудник становится на голову. Бывает. Например, собесится и проваливает собесы, потому что ему не нравится. Либо, я не знаю, либо просто перестал работать. И мы не говорим про выгорание. Вот просто, я не знаю. Начал, короче, охуеть, простите за выражение. Вот я про такие кнуты говорю. Я не говорю про кнуты, с которыми надо работать, там, выгорание или еще что-то. Я понял. Ну, смотри, давай так, попсовый момент сейчас очень будет. Я когда-то смотрел сериал Тед Лассо. Так. Вот. И в втором, по-моему, сезоне, который обычно людям не очень нравится, была цитата, которую когда-то Тед Лассо прочитал на заборе где-то у себя там в Штатах. Вот мне это очень запомнилось. Она звучит как любопытство выше, чем осуждение. Ну, и это вот, я считаю, очень сильно должно быть про people management. когда человек начал охотиться, как ты говоришь, да, наверное, для начала стоит понять, понять почему, спросить почему, а потом уже осуждать, да, и применять там какие-то инструменты, да, там, негативного, как ты говоришь, подкрепления. Потому что причины могут быть разные. Не знаю, может быть, ты дал ему какое-то обещание и не выполнил, и забыл об этом. И он решил, что, ну, как бы раз мой менеджер, да, забивает, я тогда тоже буду забивать. Может, у него там, не знаю, все в жизни негладко. Понятно, что это не повод, ну, не знаю, плохо работать, да, но, тем не менее, ты можешь, выяснив эту причину, ты можешь попробовать этого сотрудника починить. И уже потом, если у тебя не получилось починить, Ну, а как ты можешь починить, если у него там в жизни что-то случилось? Ну, смотри, вы можете тогда договориться, что, чувак, смотри, давай ты тогда все-таки сейчас на ВАК сходишь, да, ну, потому что, смотри, вот мы с тобой отлично работали, я не хочу тебя увольнять, но ты ведешь себя очень плохо. Ну, слушай, ну, ВАКом же не все решится. Уйти в отпуск на недельку, это все-таки это не кнут, это все равно это пряник. Это попытка вылечить, скажем. Попытка вылечить. То есть, правильно ли я понимаю, что кнут, он всегда у тебя получается в самом крайней ситуации, когда ты уже во всем разобрался, и обычно этот кнут, он достаточно прямолинейный, типа, до свидания, или еще как-то так. Ну, как правило, да, ну, смотри, есть такая формула, ее очень редко почему-то вслух произносят, да, ну, она так не очень комплиментарно, наверное, звучит для людей, но она звучит как учить, лечить, мочить. Учить, лечить, а, понятно. Ну, то есть, ты сначала, что-то происходит не так, да? Тут только надо даримарочку дать, учить, долго-долго-долго-долго, там, лечить, долго-долго, а мочить это вот маленький процентик. Ну, да, 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 это не так, что ты оставляешь себе человека, да, и потом делаешь ему жизнь рядом. Да. На протяжении всего этого нет, ты сначала пытаешься понять, что не так, потом пытаешься человеку подсказать, может, он не знает, да, что-то. Если у него и дальше не получается, ты пытаешься понять, почему у него не получается, ты же ему уже все рассказал, он уже все знает, чего у него не выходит. Ну, мало ли, может, у него персоналити такая, что вот ему тяжело работать в командах, или тяжело работать там, не знаю, вот конкретно с этим лидом. Ну, окей, это можно в целом пофиксать, ты можешь поменять команды местами, ты можешь дать человека на другой проект, к примеру, ну, почему нет, или отдать вот туда, где людей вообще минимум, ну, бывает такое, да, что вот заходит какой-нибудь один конкретный суперспециалист, и занимается там парой конкретных проблем, и он особо там, не то, что никому не подчиняется, но просто вот сидит себе один там, что-то примус подчиняет, чего нет, вот, но если уже после этого ничего не выходит, систематически продолжаются, какие-то, какие-то косяки там, да, проблемы, ну, тогда, скорее всего, наверное, это увольнение, вот, ну, или, например, это, не знаю, увольнение, это один из методов, да, конечно, самый крайний, вот, но, к примеру, могут быть какие-то неочевидные истории для человека, к примеру, вот ты, например, собирался повышать ему запе, вот сам, да, к примеру, но не повышаешь, или человек приходил и говорит, слушай, у меня, не знаю, там есть оффер, да, я не очень хочу уходить, давай подумаем, как бы я здесь, что мне здесь нужно сделать, да, чтобы мне дали столько же денег, но вы с ним расписываете, там, тебе надо сделать это, это и вот это, ну, и потом начинаются вот такие вот истории, да, где там, не знаю, где надо мочить, скажем так. Слушай, кстати, это тоже интересный вопрос, как ты относишься вот к ребятам, которые ходят на рыночек раз в полгода, просто чтобы не терять скилл собеседовании, а потом раз в полгода к тебе приносят офферы, ты с такими сталкивался? Конечно, сталкивался. Это нормальное или ненормальное поведение, с твоей точки зрения? Я думаю, это нормальное поведение, ну, смотри, я так не делаю, лично, да, как сотрудник, но я не осуждаю, потому что, ну, во-первых, бывает так, что РМ действительно продолбает, продолбался, или там начальник продолбался, я не знаю, действительно там не уследил зарплаты человека и не повысил ее сам. Так бывает. Бывает, что сотруднику тяжело, вот, кстати, на самом деле, вот в наших широтах, сплошь и рядом, когда люди очень боятся говорить про деньги без какого-то жесткого подкрепления. В смысле, если я не сделал что-то суперкрутого, я не пойду просить повышения? Даже бывает, что люди, когда сделали что-то суперкрутое, они сидят. То есть, я, например, могу про это не знать, я же не все знаю, да, я же не слежу за ними вот так вот через телескоп, за каждым. Смешно. Ну, да. Наверное. Внутричок, внутричок. Короче, вот, и человек сам не приходит, не рассказывает, и не приходит, и не говорит вообще в целом, типа, слушай, а можно ли мне как-то заповысить? Ну, я, например, не повышаю, там, я не уследил, не повысил. Вот, и почему-то часто люди думают, что, ну, вот, если я уж приду с оффером, ну, тогда вот это вот точно сработает. Как будто бы, знаешь, это, я очень часто в этом слышу, типа, я сомневаюсь, так ли я хорош, поэтому я пойду куда-то, получу бумажку, подтверждение, на которой прямо будет написано, чувак, ну, мы официально заявляем, что ты хорош вот настолько. Плюс это же беспроигрышная ситуация, то есть, если ты приходишь с этой бумажкой, мало того, что тебе сказали, что ты хорош настолько, и если твой РМ тебе сказал, что сорян, там надо вот это вот все подучить, то есть, косвенно дал понять, что, наверное, нет, ты идешь туда, где тебе сказали, что ты хорош настолько, то есть, игра, как-то в ноль? В каком-то смысле, да, но ты еще учитываешь, что часто ты эту бумажку можешь получить в месте, в которое на самом деле тебе не бы не хотелось пойти. Справедливо. Вот. И да, ну, бывает, знаешь, такое, что какая-нибудь, я понимаю, что вот сейчас, там, наверное, в комментариях понаписывают, типа, чувак там, фанаты, это не лучшее место на земле, ну, это просто место, да, ну, там у него есть куча своих плюсов, куча своих... Мы не поговорим. мы вообще не поговорим. Вот, но... Много компаний хороших. Очень много хороших компаний, да, но сам факт вообще вот оффера, да, он, ну, кое-что значит, но значит не все, потому что реально ты смотришь, вот приходит человек, ну, которого, в которого, не знаю, вот там у вас хорошее с ним отношение, и ты видишь название компании, откуда он принес оффер. И ладно, если это классная компания, ты такой думаешь, блин, вот чувак молодец, да, пошел там себе вот клевый оффер выбил, круто. Сейчас там мы еще выясним, да, сможем ли мы его удержать, или мы сейчас уже там будем руки друг другу жать, да, потому что, ну, вот туда вот я бы и не против был бы, чтобы он пошел. А если я вижу, что это прям, ну, вообще вот что-то там... Хорошки на конторах кто-нибудь. О чем на прекрасном IT, там каждая вторая статья, к примеру, пишется. Ой! Там не так много статьи, кстати. То, ну, ну, я не знаю, это вот буквально как раз вот для меня это про то, что мне нужно подтверждение, да, ну, то есть я сам не верю, что я классный. Ну, потому что если бы я верил, что я классный, я бы сразу пришел. Тогда объясни мне, почему, почему я в своем опыте, например, я и друзья мои встречали такую штуку, что когда ты увольняешься, ты сказал своему ресурснику, что ты увольняешься, я сейчас вообще не говорю, у меня в ебанке ситуации не было. Тебе говорят, подожди там месяцок, мы тебе найдем другой проект, бла-бла-бла, ты идешь на собесы, получаешь оффер, побольше, приходишь к своему ресурснику, говоришь, слушай, Дима, извини, но у меня есть оффер. А Дима до этого тебя мурыжил два месяца, что сейчас мы тебе найдем проект. И ты, как разработчик, честно ждал эти два месяца. Два месяца ничего не происходило. Ты пошел на рынок, сказав Диме, что ты пошел на рынок. Дима такой, окей, мы сейчас тебе точно все найдем, не иди. Но ты уже понимаешь, что с Димой что-то не то. Ты на рынке получаешь оффер, приходишь к Диме, говоришь, Дим, три месяца прошло, у меня уже оффер. Я вот послезавтра хочу уйти. Я тебя предупредил о уходе типа месяц назад. И на следующий день Дима чудесным образом приходит с оффером ровненько таким же. Ну, либо там на доллар больше. Я понял. Как это работает? Ну, смотри, варианта, мне кажется, может быть два. Первый вариант, Дима действительно не доплачивал. Да. Вот все это время не доплачивал. И тут вдруг, когда увидел, что ты реально по-настоящему уходишь, решил доплатить. В этом случае это его косяк там на сто процентов. Ну, то есть Дима поступил нехорошо. Бывает так, что Дима видит, что он тебе доплачивает. Ну, вот он, грубо говоря, дает тебе вот то, что реально сейчас может дать. Но ему настолько не хочется тебя потерять, там, как перспективного специалиста, что он готов дать тебе больше, чем компания Димы на данный момент тебя оценивает. И поэтому он в последний момент там какими-то неистовыми путями выбивает тебя. просто приходит, выбивает, говорит, ребята, вот Леха, вот он в будущем вообще будет суперчифом, давайте его сейчас удержим, типа, я обещаю, это потом окупится. Вот, и эта ситуация не очень хорошая. Почему? Ну, потому что, смотри, тебе уже дали сильно больше, чем компания тебя на данный момент оценивает. А то есть тебе при том придется сильно больше усилий вложить, чтобы... Да, 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 а ты не будешь чувствовать эти усилия, ты потом сделаешь, как обычно, набор усилий, придешь и скажешь, Дима, можно мне еще раз зарплату повысить? А ты только дорос до того, чем было. Да, ты только дорос до того, и то, может быть, не дорос еще. Получается, ситуация патовая со всех сторон. Да, через час после того, когда сказал мне, вот, контрофер сказал, не надо, он сказал, ну, все пока. Учитывая это, скорее всего, это был первый случай. Может быть, и первый, может быть, и первый. Ну, по-всякому бывает. Слушай, а вообще вот с процессом увольнения, не увольнения человека тобою, а когда человек хочет уйти из команды, из проекта, может быть, из компании. Как этот процесс происходит для тебя, как для РМа? Вот приходит Вася, говорит, Вить, выгорел, давай выгорел сначала, вот выгорел дико, не могу больше заниматься, а он там ключевой разработчик на этом проекте. Что делать? Ну, смотри, если мы говорим... Давай, давай, не выгорание сначала возьмем, давай просто возьмем Васю, который пришел, сказал, Вить, сильно надоело, пока еще не выгорел, но вот уже не могу заниматься, быть ключевым разработчиком. Ну, смотри, надо посмотреть, сколько он там находится, да, занимает ли он там какую-то роль, из-за которой все может повалиться, если он уйдет. То есть, условно говоря, если это, он там находится в какой-то приемлемый срок, ну, то есть, он не через месяц пришел к тебе, да, потому что он так каждый месяц вообще будет ходить и менять эти проекты и задолбешься просто с ним туда-сюда бегать. Вот он там, не знаю, какой-то срок пробыл. Ну, типа, сделал какую-то полезную работу на проекте. Сделал вот, ну, грубо говоря, отработал, да, и ты видишь, что, ну, условно говоря, там, можно другим чувакам, другого чувака дать, и он будет делать примерно то же самое. Ну, это самая простая ситуация, когда у тебя есть такой чувак, ты его заменил. Ну, даже если нету, проект, я думаю, найдет. Ты просто приходишь к ним и говоришь, ребята, слушайте, давайте уже, наверное, как-то Диму ротировать. Кто там был? Дима, да, Олег? Дима, Дима, все, Дима у нас. Давай Олега возьмем, Дима у нас. Окей, да, 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 Олег, хорошо, давайте Олега ротировать, я вам даже, наверное, сейчас никого не дам, но вы найдете, я вижу бенч остальных там, РМов, да, найдете, давайте вот запланируем там за месяц какую-то замену. Когда ты говоришь, давайте ротировать, запланируем за месяц замену, то есть ты прям где-то формально проставляешь, что уже через месяц Олег получит другой проект, да, есть такая процедура, называется стратегичная гриммонт. То есть это не так, что ты просто сказал Олежке, Олег, через месяц все будет классно, а через месяц... ПМ может забыть, знаешь, специально или случайно о том, что вы договорились о замене. И что в таком случае делать? Ругаться, идти, эскалировать там на высшее, это никому не надо, поэтому ты заключаешь вот цифровое соглашение, есть у нас такое. А, все, то есть понял, в некоторых компаниях это все может стать так, что в некоторых компаниях может все растянуться, потому что люди, есть люди, а там, допустим, в компании, есть официальная процедура. Есть официальная процедура, но он тоже порой избоит. Конечно, бывает, что ПМ все равно костями ложится, говорит, да, я обещал, но ситуация поменялась там. Ну, идти ругаться, с кем ты пойдешь ругаться? Ну, ладно, даже если ты пойдешь ругаться, твоя эмоция понятна, твоего чувака из твоего пула подставили, а оно чуваку-то что? Чувак-то со стороны, он не знает внутрика, он думает, что вот ты ему пообещал месяц, Олежке, через месяц ничего не случилось, ты к нему приходишь, говоришь, слушай, я там иду с твоим ПМ ругаться, надо еще подождать. А ну, Олежке-то что? Олежка такой, блин, ведь ты мне месяц обещал. Типа, у него доверие к тебе? Или нет? Как это нивелировать? Можно ли, например, Олежку включить в процесс? В процесс? Типа... Ну, ты Олежке можешь честно рассказать, что типа, чувак, смотри, да, мы договаривались, да, договоренности были нарушены, не мной, я сейчас пойду и сделаю все, чтобы по ней соблюлись в ближайшее время. Ну, случается-то всякое. А если, хорошо, с этим разобрались, если такой ситуации не случается, что кто-то там забыл или еще что-то, случается ситуация, что просто замену не могут найти. То есть ты говоришь, Олег, ты обычно как ему говоришь, Олег, месяц там условно и будет ротация, либо чаще бывает, что Олег, найдем замену и будет ротация. По-разному говорю, зависит от того, какая была первичная договоренность. Ну, вот если мы говорим, что ищем замену, и замена ищется очень долго, как в таком случае быть? Типа найти человека на проект, если у него, его в пуле нет, то понятное дело, это не недельная работа, не двухнедельная, может даже не месячная, особенно сейчас. Ну, для этого, минимум, существует бенч, да, чтобы в том числе вот людей так вот дергать на освободившиеся позиции. Поэтому я думаю, что такой человек найдется, если он не находится, но можно еще раз пойти с Олегом, честно поговорить, что чувак, смотри, мы договорились о том, что там под замену, да, замены нет. Ты как вообще? Насколько тебе вот, ну, насколько тебе тяжело сейчас? Если станет, например, понятно, что, да нет, ну, типа, окей, ладно, я еще там посижу, да, подожду, ну, типа, что делать? То, ну, может и ладно. А если ты видишь, что чувак, вот у него все уже из рук валится, и, ну, то есть, словно говоря, это закончится тем, что он просто придет и уволится. Ну, тогда ты приходишь и говоришь, не, ребят, все, знаете, что, все, Олежа уходит через неделю, все, его тут не будет, вы там давайте дальше со своими заменами, как-нибудь сами разгребайтесь. При этом, если Олег, например, пришел к тебе из-за мотивации, что он, например, выгорел, ты его, скорее всего, попросишь там, чтобы он отдохнуть ушел, ну, наверное, ну, как-то с выгоранием поработать. Я посмотрю, да, как он. И для PM это будет выглядеть так, что ты пришел, забрал Олега с проекта, и вообще отправил его на бенч еще. Ну, да, да, да. То есть, он такой, чего, ты взял нашего человека, посадил его на бенч, он нихера не делает, у нас проект из-за этого проседает. Зачем я это сделал? Бывает ли такое, что кандидаты, а не кандидаты, а люди, которые выходят из проектов Freebase-компании, подключаются к поиску замены? Ты их подключаешь, ты говоришь, Олег, там, чтобы видеть, что прогресс идет, давай тоже подключайся, вот смотри, мы вот таких людей собеседуем, может даже, давай, будешь собеседовать с людей вместе с нами, потому что кому, как не тебе знать, кого на замену поставить. Смотри, такое часто бывает, единственное, что не бывает, что мы говорим, Олег, найди себе замену, сам. Это второй мой вопрос, потому что я такое часто слышал. Нет, такого нету, ну, у меня, в моей практике ни разу такого не было, я даже не думал об этом, честно говоря. Да и что, Олег там найдет, извините меня. Олег просто посидит месяц, скажет свидание. Да, типа того, ну, где он будет искать, камон, у него же даже инструментов там для этого нету. Ну, он может Twitter там написать, да, типа и все, и забить. Не-не-не, ну, к замене, как правило, человека подключают, в том смысле, что как минимум нужно сделать нолич-трансфер будет обязательно. И, ну, иногда к собесам как минимум рассказать, о чем тут надо будет заниматься, потому что, ну, он-то из первых рук знает. А, и в этом случае собес, а, это тоже собеса внутренняя в проекты. Это внутренняя. Нолич-трансфер, он всегда, получается, закладывается при уходе из проекта либо при увольнении. Ну, как правило, да. Что ты понимаешь, если человек уже ушел, то он тупо с бюрократической точки зрения не сможет нолич-трансфер сделать? почему? Ну, у него там не будет доступа в систему и все остальное. Ну, это не всегда про доступ в систему. А, окей, окей. Хорошо, с увольнениями тоже поговорили. Еще хочется немного затронуть процесс обратный, процесс хайринга опять. В процессе хайринга в некоторых компаниях бывают такие штуки, как оффер негошейшена, когда человек проходит несколько собеседований, и на этапе заключения уже контракта говорит свои зарплатные ожидания. И повышая их, потому что у него появляются новые офферы. Да, бывает. В практике крупных компаний, европейских фанг и там около фангов, это типа прям нормальная практика. Прям ты идешь, получаешь там, так угадываешь, чтобы у тебя в неделю все собесы были, чтобы ты где-то в рамках недели получил все офферы, и ты уже ко всем приходишь, говоришь хоп-хоп-хоп, вот такой. Ты как РМ. Участвуешь ли вообще в назначении вот этого вот начального оффера сотруднику, начальной цены его? Ну смотри, РМ часто выполняет роль хайринг-менеджера, я тоже выполнял эту роль. Это когда ты собеседуешь человека не технически, да, ну, условно говоря, по софтам, там, да, пытаешься понять, что он вообще за человек, подойдет ли он в твою команду, в твой ресурсный пул, и в том числе ты ему делаешь предложение финансовое. То есть и вилку ты сам, получается, устанавливаешь. Ну, в смысле, не устанавливаешь, а произносишь ему, устанавливаешь кто-то другой. Так, хорошо. Ну, обычно я спрашиваю, сколько ты хочешь. Ну, это просто логично, поскольку ты же дальше отвечаешь за его карьерный рост, в том числе и зарплатный, поэтому. По поводу еще методологии. Тоже такой вопрос у меня был. Не знаю, когда про менеджеров говорят, разработчики сразу вспоминают пемов, у пемов есть скрамы и джайл-канбаны. Есть ли что-то вот такое устоявшиеся в методике подходы в ресурсном менеджменте? Или это все, что касается people management? Я думаю, что это все, что касается people management в первую очередь. Хорошо. Тогда, если не про методики, то про сам пул. Человек, находясь в твоем пуле, он должен ощущать, что он принадлежит пулу. То есть, ну, допустим, на примере очень сложно человеку привить любовь к компании, в которой работаешь 60 тысяч сотрудников. Потому что она громадная. Она громадная, ты маленькое зернышко. И, соответственно, логичнее всего привязать его вот к тому менеджеру, который им руководит, который за ним следит. А это ты ресурсник. А значит, у вашего пула должны быть какие-то, наверное, свои традиции, свои там, я не знаю, ритуалы. Да. Ну, а как еще человека привязать к пулу психологически, не психологически, а эмоционально? Ну, да, да, да. Вместе ходим в СПА. Типа такого. Вязевые ванны, вот это все. Ну, смотри, у нас, наверное, во-первых, у нас все пулы имеют свои названия. Эти названия Рэм придумывает сам. Вот, поэтому там порой люди изгаляются. Можно рассказывать? Название, ну, мой называется EPKA. EPKA? EPKA? Да, это то, что Брис Уиллис кричал в крепком орешке. EPKA, Mazafaka. Окей, окей. Ну, там у людей по-разному называются. Я так понимаю, на собеседовании у вас обязательно вопрос, что кричал Брис Уиллис в крепком орешке. Это обязательно. Вот, у меня, когда пол был поменьше, мы там и встречи спроводили, там с ребятами как-то вот виделись даже офлайн, там пиццу кушали, я помню, пару раз. было сейчас. Людей побольше всех я уже не собираю, да, это тяжело сделать уже, ну, там удаленки и прочее, да. Вот, но, да, какую-никакую привязку ты стараешься делать, у нас на самом деле, наверное, привязка, я делаю больше к нашему, вот, фронт-энжево-скрипт департаменту. Тут сразу надо обозначить, какого уровня у вас могут быть привязки. Типа, есть привязка уровня человек-человек, ты говорил, у тебя индивидуальный подход, проще всего, кажется, привязать человеку к себе. Да. Потом есть привязка человек-пул, и, вот, понятно, и привязка человек-департамент. Департамент больше, чем пул, я так понимаю. Департамент, это группа всех пулов с нашим скиллом, грубо говоря, всех вот, GS-ников. Во всем мире? Ну, все международная компания. Ну, наверное, больше имеется в виду регион... Короче, департамент еще региональный там. Окей. И у вас больше идет привязка к департаменту? да. А, хорошо, тогда вопрос такой, а ты как ресурсный менеджер, ты живешь, ты участвуешь в какой-то жизни департамента? Вроде же у тебя есть пул, в чем здесь департамент для тебя вообще? Ты с людьми работаешь? Ну, смотри, департамент, это такой мегатрон из РМов, грубо говоря. То есть, все РМы собрались, и вот получился департамент. Просто кто-то из них... РМ над ними всеми, да, то есть, словно говоря, вот Макс, да, он... Сеньор РМ. Да, вот он наш РМ наших вот GS-ных РМов. Вот, и дальше мы уже идем как его команда, как его ресурсный пул, и у нас у каждого есть свой ресурсный пул. Какими методами вы привязываете? Как тот же Макс, как он вас объединяет всех, кроме того, что у вас, у РМов, наверное, есть какие-то общие церемонии, мероприятия? Как обычного человека из пула привязать к департаменту? Есть всякие методсы, где можно прийти и неформально задать вопрос, например. Есть всякие методсы, там, типа, ряд каких неформальных тоунхоллов, да, где просто вот, ну, со всеми общаются. Что значит неформально? Можно прийти и сказать, какого хуя? Да, да, да. Ох, прикольно. Ну, можешь прийти вполне спокойно задать прямой вопрос. Ну, наверное, если ты будешь прям там материться, тебе будут коситься все. понятно, в рамках разумного, конечно. можно прямо прийти, задать вопрос. Ну, а кроме, кроме общих созвонов и кроме каких-то общих мероприятий во времена до удаленковых, можно, есть ли еще какие-то инструменты яркие, вот, которые... Даже комьюнити активность, например, здесь может легко быть привязана. Комьюнити, это и рекогнишены какие-то, и какие-то совместные в рамках департамента активности, да? Угу. Давай, знаешь, просто еще поговорим уже, в принципе, про большую часть технической детали поговорили. Угу. Наверное, еще быстренько тебя попрошу описать пейплайн работы с человеком. Вот, как проходит жизненный цикл человека в твоем пуле? Целиком ты имеешь... Целиком от попадания в пул до ухода из пула. Угу. Ну, смотри, давай представим, что это Джун, да? Угу. Вот, Джун отучился где-нибудь там условно rolling scopes, прошел лабу, закончил школу, устроился к вам в пул, и умер, короче. Вот такой вот пейплайн. 60 лет, 80 лет. 86 лет, да. Его наняли, ты его нанял к себе в пул, ты растишь из него медла, там пристраиваешь на проект, потом сеньора, леда, и параллельно, вот когда он растет леда, вы постепенно думаете, а куда бы он хотел дальше двигаться. То есть это уже выход из пула получается? Нет, он может оставаться в твоем пуле, будучи там, например, project менеджером. А, окей, самое счастье. Какое-то время, как минимум, да. Дальше вы смотрите, он в техническую ветку хочет, там, в адванс, в архитекторы, куда-то там, какие-то менеджеры проектные, там, деливери, или тоже хочет стать там, рэмом, например. В другую компанию. Или в другую компанию, всякое бывает. Вот, и ты стараешься вот вести ему по тому пути, вот, который ему максимально комфортен. Либо не вести. Это уже бывает. Ну, слушай, будем честны, бывают люди, которые вот все это развитие. А, кстати, не хотят просто расти, но им не надо, у них нормально. им не надо, им нормально. Это вполне себе. Вот я дорос до сеньора, и мне окей, но твоя задача от него отстать, на самом деле. Ну, ну да, ну, отстать. Ну, ты можешь иногда приходить. Понятно, в смысле войти в постоянный какой-то темп работы, который никому не мешает. Да, понятно, что у него там, наверное, сильно перестанет расти зарплата, да, потому что, ну, человек не развивается, как специалист. Она может как-то индексироваться, да, ну, вот рынок повышается, и ты приходишь, повышаешь ему эту ЗП, но какого-то уже взрывного роста вряд ли будет. слушай, а ты как РМ, ты ж пипец важный чувак, получается. Я к тому, что если ты уходишь, то твой пул разваливается. Ну, его распределят по другим пулам, да. Ну, это будет ужасно больно для всех в пуле, людей, потому что у вас... Кому-то может и приятно. Кому-то может и приятно, но в целом, если у тебя индивидуальный подход, хороший подход, то, скорее всего, люди будут чувствовать дикий дискомфорт, во-первых. Во-вторых, пул расформировается, на другие пулы нагрузка. То есть ты человек... Даже какие-то протесты начинаются. Вполне, вполне, наверное, поэтому вам не дают много людей. Да, наверное. То есть, по идее, потеря тебя компании встает в очень-очень-очень большие издержки. Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Ты понимаешь, насколько на тебя большая ответственность? Потому что мне нужно пойти попросить повышения? Или что? Да, это я подвожу к вопросу про зарплату. Я тебя понял. Ну, я тебе зарплату свою называть не буду. Ты можешь сказать, моя зарплата. Моя зарплата, да. Я могу, я не могу называть зарплату, но давай представь. Я еще не спрашивал, подожди. Что один доллар, это один поинт. Подожди, я не про то. Я про то, скорее, что очень классная структура ресурсного менеджмента получается, очень нужная и полезная. Но в то же время одна из самых, наверное, стресса неустойчивых, одна из самых больных при расформировании. То есть, очень много на одном человеке концентрируется ответственности. Ну, да, да. Как-то... Ну, смотри, для того, чтобы это было не так болезненно, в идеале, то есть, РМ, да, они не... это не какие-то вот люди, которые в пузырьке плавают вместе со своими, там, со своим пулом. Это древовидная структура. То есть, у меня есть РМ, и мой РМ, он заодно РМ всем, всему моему пулу. Ну, он же не знает твой пул, он знает тебя. Ну, в идеале, мой пул должен знать его, понимаешь? Это в том числе одна из моих задач, да, чтобы люди чувствовали привязку не только ко мне, но, например, еще там к департаменту или к компании. То есть, если одна нода вываливается, то это не так, что все развалилось, там, в принципе, зарасти это как-то может со временем. Да, 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 да. Хорошо. Но все равно, ты же такой, блин, ты такой чувак, классный получается. Спасибо большое, Леша. Спасибо. Ну, таких людей с улицы не берут, понимаешь? Я имею в виду, что большая ответственность требует прям очень ответственного подхода к поиску РЭМов, мне кажется. Ну, наверное, но пробуют многие, не у всех получается. Ты же психологом, по факту, ты работаешь. Ну, в каком-то смысле. Ну, не профессионально, понятно. В базовом, да, это в том числе нужны навыки такие. Ладно, сколько ты зарабатываешь? Я не хочу спрашивать, сколько ты зарабатываешь? Понятно, что эти вилки все можно посмотреть. Я хотел спросить. и не сказал бы там, что это как какие-то супербольших денег стоят. Вопрос-то, почему интересный? Потому что ты видишь зарплаты сотрудников. Вижу. И ты их устанавливаешь, более того. Ну, да. и кто-то скажет, что когда ты там видишь, что... Как это-то сформулировать? Зависть не возникает. Вот самое банальное простое. Ой, это считается, что, знаешь, один из важных показателей взрослости менеджера, когда он, когда у него появляется сотрудник, который зарабатывает больше, чем он сам. Мне сейчас в комментах накидают, скажут, что ты завидная вока, и все такое. Нет, просто, ну, действительно, есть такой вопрос, когда человек видит вилки других. Ну, да. Казалось бы, что он может легче манипулировать своей зарплатой. Ну, условно, ты видишь там вилку, как он быть Васи, ты знаешь, насколько Вася там выполняет работу, и ты такой идешь к своему РМу, и говоришь, слушай, там он Васи вообще отвалили столько, а я тут сижу РМом, со всеми этими Васями общаюсь, и получаю мало. Ну, нет, смотри, есть ли ты уже РМ, у которого там прям доступ к зарплатам появился, потому что он же не у всех есть. То есть ты можешь быть РМом без доступа вот к этим системам компенсейшн. Если у тебя уже появился доступ, скорее всего, ты вот так вот делать не будешь. То есть ты вырос уже через это, из этого, из этого. Типа того, да, то есть ты точно будешь понимать. Не по зарплатам, а в принципе вырос просто. Ты выше этого. Ты просто выше, да. Она где-то здесь осталась, а ты уже вот на пару сантиметров выше. Ты исполнился. В своем сознании настолько, да. Короче, короче, короче. ты так делать не будешь, потому что ты прекрасно понимаешь, что люди зарабатывают по-разному и по-разному платятся зарплаты там. Не только потому, что Петя и Вася одинаково знают React, а потому что Петя, например, еще может параллельно там подрабатывать в пресейлах, да. А Петя может параллельно быть ментором в Rolling Scopes, ну, к примеру, или просто ментором. И он там, не знаю, вообще просто, ну, дофига всего на себя берет и сильно быстрее растет. Так. Ну, типа все сотрудники разные, да, у них разные зарплаты в любом случае будут, ну, в большинстве случаев, да, разные зарплаты. И разные они не потому, что, ну, так случилось, а потому, что кто-то больше на себя берет, кто-то меньше на себя берет. Кто-то быстрее растет, кто-то медленнее растет. А случаются вообще такие истории в пуле, что к тебе приходит Олежка и говорит, слушай, мы там с Петей побухали, и Петя мне сказал, сколько зарабатывает, а мы оба ангулярщики. Вить, ну, что за фигня? Ой, у меня такое было, короче, был такой чувак у меня, да. Ты же ему не скажешь, что у тебя в договоре написано, что нельзя на работе. Ну, то он скажет, так не на работе, мы пиво пили вообще. Вообще, это мне Петяна жена сказала, потому что мы друзья со школы. Ну, он и жене не должен говорить по идее, если что, если этот договор внимательно почитать. Ну, у меня такое было, что не ребята там друг с другом, да, а просто был чувак, который там ходил, каких-то своих знакомых узнавал. Там разные вилки, периодически приходил ко мне и говорил, а я вот узнал, да, что, а еще я узнал. Ну, бывает, ну, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, то есть, ты представляешь себе ситуацию, когда бы ты вот такому вот Олежке начал бы объяснять, что Петя зарабатывает столько потому, что вот он пресейл там-то, там-то, а вот у тебя потому что, или это не, так не делается? Нет, это, ну, подробно прям, наверное, не нужно рассказывать, но ты можешь пояснить, да, что смотри, там, он зарабатывает больше тебя не потому, что он там, не знаю, что им повезло, да, или что там, не знаю, он знаком с кем-то, там, он брат, не знаю, главного директора, а потому что, ну, действительно, он вот участвует там в куче активностей. Ну, то есть, диалог какой-то произойдет? Не будет такое, что ты договор читал, и вообще ты с женой общаешься, ты понял, да? Ну, я бы так не делал, ну, опять же, ну, можно напомнить, если он тебе прям назвал фамилию чувака, который ему зарплату слил, да, ну, наверное, можно при случае сказать, типа, чел, ну, камон. А у тебя у самого не бывает такого, что когда ты смотришь там на степень оценки денежного, денежного, на зарплату своих сотрудников, пули, понимаешь, что, ну, вот, наверное, по сравнению, вот эти вот два чувака, у них как-то, вот этому надо бы побольше, потому что вот этот зарабатывает там побольше, или наоборот, этот поменьше, они вроде одинаково по скиллам, и вот как-то получается нечестно. То есть, они об этом не знают, но ты такой смотришь и думаешь, ну, вроде в Орешко и Пете два молодца, делают одно и то же молодцы, но вот как-то Орешки меньше, надо ему поднять. А, ну, а как ты это обоснуешь на часть, на часть такой, так Орешко зарабатывал столько и все. Бывает такое? Часто начальству не нужно ничего обосновывать. В смысле, что ты когда повышаешь зарплату, ты указываешь причины. Почему? Ну и, как правило, если нет причин, то ты не повышаешь. Ну и причиной же ты не укажешь, что я посмотрел, что ненормальные пацаны должны зарабатывать одинаково. Ну да, это не укажешь причиной. Но укажешь причиной, что, например, у чувака в арсенале появилась новая технология, которую он обкатал там где-то. А, окей, понятно. А теперь он, соответственно, там, ну для любого кастомера будет стоить дороже. Вот это вот будет причиной. Ну, я так понимаю, в нормальной ситуации, когда РМ нормально работает и не продалбывает, такого не может быть, что тот срабатывает. Ну, такой вот ситуации не может возникнуть, когда ты смотришь и понимаешь, что кому-то ты недоплатил. Ну, таких ситуаций не должно возникать. Давай так, она может возникнуть, но не должно возникнуть. Да и в целом одинаковых людей как бы не бывает. Ну да, да, да. Хорошо, давай двигаться к финальной части. Давай. Про пьемство. Про пьемство. Про РМство. Про развитие и рост. Как ты думаешь, из кого лучше всего развиваться в РМ? Есть ли какой-то стандартный пас развития, путь? Можно ли сразу в РМ зайти? С нуля в айтишку и сразу в РМ? Ну, наверное, нет. Сразу нельзя. Я думаю, что тяжело сказать, из кого, наверное, когда из кого ты имеешь в виду, из какого там, из разработчика, да, из дизайнера типа такого. Ну, тут, кстати, наверное, есть ответ простой. Если у тебя пул там джаваскриптовый, то, наверное, лучше входить джаваскриптизером, чем, не знаю, из HR. Ну, да, наверное. Ну, я, наверное, на вопрос, из кого не могу ответить. Я могу ответить на вопрос, кому лучше. Ну, давай, кому. Ну, человеку, которому нравится работать с людьми. Человеку, который хочет работать с людьми, не только нравится, более того. Человеку, у которого развиты софт-скиллы, вот, и которому интересно их прокачивать дальше. А на что этот человек будет коммититься? В том плане, что самое тяжелое его ожидает, по твоему мнению, по твоему опыту? На старте ты имеешь в виду? Вообще. Вообще. Ну, для меня самое тяжелое было, когда люди такие уходят. Почему это тяжело? Я не знаю, не люблю расставаться. Хорошо. Есть ли какие-то ресурсы? Вообще, вот нас послушали, посмотрели, какое офигенное видео, какая офигенная должность. Хочу ВРМ. С чего начать? Ух, наверное... Ну, ты подводишь к материалам учебным каким-то, да? Материал учебный, это уже как артефакты потом. Вот появилось желание войти в ВРМ. Ну да, кстати, можно, наверное, промотить. Если первый шаг, это пойти где-то что-то почитать, посмотреть, то, наверное, материалы будут в тему. Я думаю, первое, что нужно попробовать, это попробовать себе в менторинге. Потому что менторинг, это такая предтеча ВРМ-ства, я бы сказал. Ну, тоже работа с людьми, тоже развитие, только такое вот более углубленное, предметное. Если у вас получилось в менторинге и вам нравится, ну, то, возможно, people management – это ваше. И нужно двигаться туда дальше. Конечно, для этого лучше изучать какие-то материалы, которые есть, условно говоря, в компании, прикладные. Ну, потому что ВРМ – это часто очень заточенная под компанию должность, да? Ты должен разбираться во всех этих системах, во всех процессах компании и так далее. То есть можно поизучать там, но из того, что еще можно было почитать, есть книжка, называется Peopleware. Peopleware. Как Software, да? То ли по Peopleware. Я забыл. Короче, я сейчас… Ничего у нас можно читать. Я в notes'ах открою. Ты можешь прочитать, я подрежу так, что никто не поймет. Да ладно уже. Том Демарко, да? Peopleware. Шикарный чел. Productive Projects and Teams. Очень хорошая книжка. Он еще Deadline, кстати, написал. Потом есть на LinkedIn Learning. Те курсы, которые мне понравились, я их вот выписал. Есть, во-первых, вот именно для супер-супер-супер самых начинающих, называется Lessons for First Time Managers. Lessons for First… Ого. Да. Прикольно. Ну, забавный курсик. Причем его можно пройти не только тем, кто только идет, да, знаешь, так. Гэппы закрывать небольшие. Систематизировать. Да, порефлексировать, чуть-чуть вопросики себе позадавать. Еще на LinkedIn Learning мне понравился курс, называется Leading with Vision. Ну, я ссылку тебе отправлю. Да, все ссылки разместим. И еще один курсик называется Be the Manager, People Won't Live. Be the Manager. Be the Manager. People Won't. А что такое Be the Manager? Пчела, Леша. А, Be the Manager. Да, Пчела Менеджер. Я думаю, Be the Manager. Что за Be the Manager? Еще какой-то тип менеджеров, еще один выпуск надо делать. Ну да, новень. Ну, типа, будь менеджером, от которого не хотят уходить люди. Пчела! Витя! Ну, Би, Леша. Да, теперь я понял смысл. Спасибо. Пожалуйста. Так, хорошо. По ресурсам, в принципе, понятно. Понятно. А как бы ты сам оценил, насколько часто люди хотят в РМ и насколько сложно пробиться? И сложно. Или, может, хватает их, не хватает обычно. Просто с Delivery, допустим, менеджерами я знаю, постоянно напряженка. Позиции мало, а разработчики часто видят там развитие свое как Delivery, потому что Delivery — это техническая ветка часто. А вот тут как? Давай так. Люди не часто хотят. Пробиться несложно. Но поскольку это прям реально не для всех, то существует естественный фильтр. Люди, как правило, сами отваливаются, понимают, что им это нафиг не упало и уходят. И последний вопрос про развитие. А дальше куда расти? Ну, можно расти в Senior Management. То есть, условно говоря, наращивать свой пул до невиданных размеров, пока он не превратится в какой-нибудь департамент, можно просто уходить дальше в Senior Conter Operations Management. То есть, уже идти в управление компанией больше? Да, идти в управление. Ну, то есть, это такое первая ступень к управленцу, скажем так. А чтобы немножко риски тоже взвесить, насколько реально вернуться обратно в разработку, как ты чувствуешь? У меня прямо сейчас в ресурсном пуле есть чел, который до роста Senior Management это на level выше, чем я сейчас. И потом перешел в медлы. Как тебе такое? Хорош. Это моя мечта. Респект, чуваку. Рандом? Рандом, рандом. Рандом, рандомный. Поиграем в игру «Откуда цитата». Ну, давай. Я думаю, тут ничего сложного. У меня буквально один вопрос в этой игре. Одна цитата. Я зачитаю цитату, а ты должен ответить, откуда она? И как так получилось? Так, квиз начался. Да. Я не хочу ролей ради денег. И я не хочу ролей ради славы. Но разве что чуть-чуть, чуточку. Я просто хочу играть. Потому что я обожаю актерство. Откуда я достал эту цитату, ведь? Да... Ну, и так, чья эта цитата? Слушай, понятия не имею вообще. Да ты что? Какое-нибудь, не знаю. Да, ну, много у меня вариантов, кто бы это мог сказать. Ну, ты сейчас не шутишь. Не шучу. Это твоя цитата. Короче, как все было, я гуглил. Витя Шеленченко. Я загуглил. Витя Шеленченко. Биография. И мне выдала сайт кинолифт.ком Кинолифт.ком Чего ты? Чего ты? Короче, давайте я расскажу. Это... Я ходил на актерские курсы. Так. Вот в какой-то момент, когда мы пришли и рассказали, что есть сайт кинолифт. Так. Это типа место, грубо говоря, куда ты можешь свое актерское портфолио положить. Тебя будут звать в какие-нибудь кастинги, в массовку, там, кино, ну, куда угодно, да, и прочее. Вот, короче. И в тот вечер мы с моим знакомым сильно накидались. Вот. И я почему-то решил, что у меня там обязательно должен быть профайл. Я его заполнил. Никогда туда больше не заходил. Ну, это первая ссылка, которая выдается в гугле, когда ты гуришь. Надо удалить. Виктор Шалинченко биография. Ну, тем не менее. Там, кстати, написано, что ты учился на курсах, и в том числе ты закончил современную гуманитарную академию. Угу. Два года ты там учился. Или даже три. Что это такое? И вообще, как тебе в актерство это занесло? Как меня занесло в актерство? Я очень часто меняю хобби. Угу. Вот. Я когда-то учился летать на самолетах. В смысле, когда-то? Ну, было дело. Какое-то время назад. Сколько? Месяц назад? Ну, нет. Об этом мы еще тоже поговорим. Окей, хорошо. Мне подвернулись актерские курсы. Меня туда пригласили. Я решил, что это очень хорошее место, куда бы я хотел ходить, что мне вот эта движуха вся нравится. стал ходить. Мне реально понравилось. Ходил я туда. Вот какое-то время. Не то, чтобы я где-то там снимался, меня потом позвали в спектакль, поиграть. Подожди, а тут современная гуманитарная академия. Три года. Это вот эти вот курсы? Нет, курсы это другое. Там ты внимательно читай. Да, там ниже были курсы. Я просто выписку себе сделал. Ниже были курсы, а до этого современная гуманитарная академия. Короче. Ну, это просто хобби, Леша. Так а академия? Откуда? Что за академия? В академии я просто учился. А-а-а. Да. Все, я понял. Это вот там, где ты айтишки учился. Все, теперь я понял. Сложилось. Ну, видишь, я не дослышал в начале нашего интервью, что это была современная гуманитарная академия. Я подумал, что ты еще на актера три года успел отучиться. Нет, на актера я успел отучиться восемь месяцев. Ты этим хобби еще увлекаешься? Как ты оно получил, продолжение в твоей жизни? Я пытался пробоваться в парочку спектаклей. В один даже чуть-чуть получилось. Мы что-то репетировали, но не сложилось дальше. Ну, я думаю, вот здесь еще себе найти в Вильнюсе какую-нибудь студию, куда я буду ходить. Мне это нравится. Короче, если кому-то нужен шикарный, первоклассный актер массовки, в Вильнюсе можно, видите, писать. Второе твое хобби, я так понимаю, одно из главнейших. Это пилотирование? Да, хорошее хобби. Расскажи, как ты туда попал, чего ты там уже успел достичь и планируешь ли продолжать? Слушай, я уже достаточно давно не летаю. Например, больше года, наверное, это очень дорого. А ты же в симуляторе достаточно недавно летал. Ну, в симуляторе, да, но я имею в виду прямо на настоящем самолете, как когда-то. Ну, меня раньше очень интересовала авиация. Прям вот я такой, авиация, авиация, авиация. Надо срочно что-то делать для авиации. Ну, у меня, понимаешь, мне, не знаю, немного неловко всегда об этом говорить, потому что у меня хобби, они вот так вот начинаются, типа, о, популяризация науки. Это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Четыре месяца. И, блин, вы собирали офигенные... Собирали, да. ...конференции. Курилка Бутенберга. Белорусы знают, помнят. Да, хорошее было место. Типа того, да. И вот в рамках вот этого вот диких хотелок я добрался до прям тренажера, на котором я учился летать. Потом мы учились летать на настоящем прям самолете. У меня там куча видосов в Инстаграме. Можно зайти посмотреть. Я даже научился приземляться. Сам? Да, да, да. Что еще надо? Все, уже можно корочку получать. Да, еще взлетать было бы неплохо. Взлетать сложнее, чем приземляться? Ну, мне меньше нравится. Это же пипец как страшно, летать на самолете. Давай так сразу. Это не гражданская авиация, это самолет... Малая авиация, так называемая. Одномоторная? Одномоторная, да, на четыре, на два человека. Тесно. Тесновато, но... В смысле, тесно. Тесно. Тесно, ну, в смысле, не тесно, а самолет, тесно. Марка самолет. Цесно. Цесно. Цесно, да. Да, есть Цесно, это самый массовый самолет в мире, если что. Это не страшно вообще. Ну, сразу это струсово очень. Да, ты все-таки летишь. Тебе кажется, что если ты сейчас что-то не сделаешь, вы обязательно упадете. В какой-то момент полет на третий, ты позволяешь себе просто отпустить руки и понимаешь, что оно все и без тебя неплохо летит. А тебя сразу с первого полета практически высажают за место основного пилота? Ну, ты с инструктором сразу летаешь, сразу на тренажере что-то летаешь, потом что-то летаешь с инструктором. Ну, да, тебе дают прям значительный исходу всем этим делом управлять. Это сильно проще, чем кажется на самом деле. И когда ты на высоте, ну, это вообще не страшно. Вот я, когда первый раз взлетел, ну, было струсово очень, да, но потом, вот на второй полет, я вспомнил цитату, когда-то на Бошорге была цитата замечательная. про прыжки с парашютом, что, типа, смотри, это кажется, что страшно, но ведь ты, когда выглядываешь из самолета, да, там Google Maps, ты ведь не боишься Google Maps? И вот там то же самое, но оно не выглядит, как высота. Потому что, ну, воздух, он достаточно такой плотный, неоднородный, и ты прям чувствуешь, как самолет на нем лежит. То есть, тебе нет ощущения, что вы падаете, тебе кажется, ну, вот мы на чем-то вот таком вот баражируем. И, ну, не знаю, не страшно, короче. Сколько ты часов налетал в итоге? 15, 16, что-то типа такое. А до корочки надо 40, да? Да, до корочки там 30 с чем-то. Планируешь долетать? Ну, учитывая то, что в Вильнюсе это еще и дешевле, кстати, то как-нибудь, да, планирую. Так, хорошо, а когда ты получишь корочку, у тебя есть дальнейшие планы там купить себе Тесну? Тесну. Летать в Польшу, в Котовицу? Тебе. Есть в Котовице аэропорт? Сделаем. Сделаем. Шуно можно на дорогу приземляться. Ну, кстати, да. Один раз, как минимум. Ну, может быть, когда-нибудь, да. Ну, самолетом владеть очень накладно. Он требует много денег там на обслуживание, на стоянку, всякие там сборы на посадку. Ну, короче, обычно самолет покупают с кем-то. Сборы на посадку? Ну, ты когда садишься в аэропорту, с тебя там снимают всякие денежки за то, что ты сел, за то, что тебя там заправят, за то, что там твой самолет постоит. Слушай, а ты можешь сесть в аэропорту прям вот на полосу, куда Боинги садятся? Конечно. Серьезно? Конечно. Там тесно вот это вот, и Боинг здоровенно. Те же раздавят просто. Нет, так они тебя подождут. Да? То есть для них не выделены какие-то полосы для Боингов, ты можешь садиться на эти полосы? Ты можешь садиться, ты подаешь флайт-план, типа, по которому ты летишь, это может быть любой аэропорт. Даже в самый загруженный ты можешь податься, и тебя примут? Даже в самый загруженный тебя примут. Единственное, что там где-то какой-нибудь, там, не знаю, аэропорт, не знаю, Кеннеди, да, в Нью-Йорке, в котором там самолет в минуту примерно взлетает, это будет просто очень дорого для тебя. А почему мы никогда в аэропортах находимся? Ну, я никогда не... Я был часто в аэропортах, но я ни разу не видел, чтобы туда сажались маленькие тесно. Ну, похожий самолет. В этом очень мало смысла обычно. В смысле, садиться на общие полосы такие? Ну, в смысле, садиться в большом аэропорту, это много гемора. Для малой авиации. Поэтому туда обычно летают по приколу. Просто сам факт, да, что там, не знаю, шесть Боингов в очереди, и ты такой... Туда потом еще там рулишь полчаса, все ждут. Там типа такого. Подожди, то есть получается, кроме обычных аэропортов, есть еще какие-то? Ну, есть аэродромы так называемые, которые... Ну, просто полоса там, какое-нибудь здание. Прямо на поле полоса? Ну, может быть, на поле земляная полоса. Можно сесть прямо на землю? Да. В Минске есть аэропорт рядом с Молодечной. Господи, забыл, как он называется. Не в Минске, в Беларуси. Блин, Хожево называется. Хожево, аэродром Хожево. Вот это просто на поле четыре стоят таких полосатых бетонных блока, которые показывают, где полоса начинается, где заканчивается. И ты вот туда приземляешься. У них там ничего нет, ни вышек, ни диспетчера. А ты можешь просто дома у себя поставить четыре блока на участке и сказать, что это у тебя аэродром теперь? Нет, не можешь. Их надо как-то регистрировать? Надо сертифицировать, регистрировать и так далее. Ага, но в принципе ты можешь за это деньги получать. Ну, если у тебя получится, да, то смотришь. Прикольно. А что самое необычное в этом хобби было, что тебя ожидало? Ну, что больше всего тебя удивило в этом хобби? Удивило? Ну, наверное, что это не так сложно, как казалось. Вот это вот было удивительнее всего. Ну и вообще в целом, тут, знаешь, тяжело выбрать что-то одно, потому что ты, блин, летишь. Тут все удивительно. Хорошо, какие у тебя еще интересные хобби были? Обычно я про них забываю. Я тебе подскажу, стендапом ты там пытался заниматься. Ты не занимался, я стендапом. Да у тебя написано было. Ты что? У тебя вот на этом сайте, kinalif.com, было написано, что ты стендапом занимался. Так я б яды заполнял заявку, Леша. Нет, ну, блин, у меня была когда-то очень глупая идея делать околонаучный стендап. Типа совместить популяризаторство науки и какой-то там стеб над гомеопатией и прочее. Я это пытался позиционировать как стендап. Но оно очень плохо заходило на самом деле. Да, блин, ты мастер обмана. Ты в лиге в плохих прогерских шутках с Андреем Райаном, по-моему. А, с Райаном, да, мы были. Я такой, ну, все сложилось. Вот он стендапом занимался, вот с Райаном он там выступил. Ну, в прогерские шутки меня позвали так же, как тебя. В тот же день выходили, если помнишь. Кстати, да. Прикольно. И шутки нам написали. Да, да, так оно и работает. А ты, подожди, ты же стендапом занимаешься, мог сам написать шутки? Ну, я что-то решил, что не буду уже ничего трогать. Салтурил. Райан вот сам написал. Ну, поэтому у вас столько просмотров. Там шесть, наверное. Расскажи еще про Курилку Гутенберга и про свое увлечение науколонаучкой. И химии в том числе. О, слушай, был очень прикольный тогда период. Биологии. Я подсел на популяризаторов науки. Тогда начинали хайпить, ну, в таких вот массовых кругах. Прикольные ребята. Панчин. Калмановский. Этот Дробышевский. Андробышевский. Белков. Господи, этот еще, который Андропогенесру. Ну, я понял. Андрей Соколов, да. Ася Казанцева. Там, ну, реально крутые такие, знаешь, вот прям руконрольщики от мира науки. Вот я очень смотрел на них, да, и думал, блин, хочу быть как они. Вот хочу быть как они, хочу попробовать быть как они. И я узнал, что такая движуха популяризаторская. А, ну, во-первых, мы сначала сделали сайт, типа студию озвучки. Тогда была крутая студия озвучки, называлась Верт Дайтер. Она, по-моему, до сих пор есть. Ну, я давно о них ничего не слышал. Они на ютубе, когда видосы выпускают. Да, ну, вот, короче, они чем тогда занимались? Они брали западных популяризаторов и переозвучивали. Вот, и мы с чуваком решили, что мы не хуже и тоже будем переозвучивать западных популяризаторов. Просто те ролики, которые Верт Дайтер там к себе не берет по каким-то причинам. Такие, знаешь, более нишевые, типа. И что-то даже штук 5-6 мы переозвучили, выложили там у себя, паблики ввели там. Еще каких-то к себе звали там, даже популяризаторов, типа, на интервью. Вот у нас был паблик ВКонтакте. И там приходил какой-нибудь чувак, и мы его, ну, вот, текстом оврашивали, выкладывали потом на стену, типа, интервью. Ну, вот, было прикольное время. Потом подумал, блин, хочу сам что-нибудь такое зачитать. Начал углубляться в тему вот этих, тогда было очень модно, ГМО, Е-добавки, пищевая химия и прочее. Познакомился с крутым чуваком Сергеем Белковым. Он как раз вот в этой области прям работает, создание вот этой пищевой химии. Работал тогда точно, сейчас не знаю. Вот, и у него была крутая лекция. Я помню, я написал, ему спросил, говорю, Сергей, а можно я возьму за основу вашу лекцию, да, материалы, и там как-то ее доработаю по-своему немножко и тоже буду рассказывать, ну, и типа с сохранением копирайта. Он сказал, да, можно. Вот, но я это сделал и познакомился с чуваками, которые организовывали лектории Курилка Гутенберга в Минске. Пришел к ним, выступил, там даже на Ютубе где-то это должно быть, скорее всего. Точно есть. Ну вот. Я даже ссылку оставлю в описании. Ну ладно. Хотя бы на второй, не на первой, там на первом вообще жесть. Короче, выступил, это было в клубе НЛО Минском. Очень круто, ты выступаешь, у тебя вот здесь вот два пилона, в общем, там сзади диджейская будка. Такая была очень ламповая, приглушенный свет, вот очень ламповая такая была атмосфера. Возможно, со сцен долбануться, потому что не видно, где она заканчивается в темноте. Вот, и я с этими ребятами познакомился, там Змитер Булинович, Никита Лешкевич, в общем, ну, крутые чувачки, организаторы. И я решил, прибьюсь к ним, короче, буду помогать там как-то что-то организовывать. Ну, прибился, что-то мы вместе делали, потом это все трансформировалось в Масаракш. Это вот... Викторий. Да, это была белорусская реинкарнация Курилки Гутенберга. Потому что там в какой-то момент с Курилкой поругались, я уже не помню почему. Вот, и они отозвали, типа, права. Или сами решили... Короче, поругались и решили делать свое. Вот делали этот Масаракш, даже на Ютубе, кстати, там канал есть, выкладывали. Очень крутые, кстати, вот я до сих пор помню, я под впечатлением. Была крутая лекция белоруса Андрея Касько про атомную энергетику. Вот она на Ютубе есть, можно глянуть, очень интересная лекция. Нет, там, в принципе, много было интересного, все интересные были. У меня даже на Темном Лесе, старый мой канал, первый гость как раз с Телекторием Икс Ракша. А, да? Топуляризатор астрономии. Кирилл Размыслович. А, да-да-да, помню Кирилла. Да, прям. Он даже, по-моему, книжку успел написать. Возможно. Если я ничего не путаю. Я тогда у него на лекции был, он рассказывал про историю приземления спутников, всех спутников. И вообще про то, как спутники делаются, приземляются. И я ему такой-то вопрос задал, и мне подарили от Масаракша комиксы. А, знаешь, кто эти комиксы заказывал? Да, это была моя обязанность. Мы партнерились с магазином книжным. Вселенная, нас... Да-да-да-да, было дело. Я, короче, их подбирал тогда, и... Прикольно. Их привозили. Хорошее было время, мы приходили, нам все давали везде бесплатно. Прям коммунизм. Так, а Масаракш вы делали, ты уже там участвовал конкретно в организации? Ну, я был в теме организаторской. Кто придумал название? Змитер Булинович. Мы не хотели, мы, короче... Почему? Это была замечательная история. У нас был чатик в Телеге, по-моему, уже. Короче, и мы выбирали название, вот. И Змитер выложил кучу названий, и Масаракш, который он сам придумал. Сам придумал. По-моему, он... Ну, то есть, это слово, понятно, из Стругацких, да? Да, «Обитаемый остров». «Обитаемый остров». Вот. И Змитер говорит, все голосуем за название, и мы проголосовали за другое. Но Змитер все равно это выбрал. Там даже, я помню, была какая-то хитрая система оправданий, почему не должно победить то, что вы выбрали. А что вы выбрали, ты помнишь? Даже не помню уже. Блин, прикольно. В итоге стали Масаракш. Ну, нормально, слово просткое такое. Слушай, мы ипогеем всей твоей... Всего твоего занятия около научкой, я так понимаю, стала книжка? Или нет? Ну... Или ты не хочешь вспоминать про книжку? Нет, я могу рассказать про книжку. Давай, это интересно. Раз уж мы коснулись этого момента... Это стыдная история, если что. Ты так смотришь на меня, типа, в смысле стыдная история. Блин, ты написал книгу около научную. Да, не написал я ее. Ну... Ладно, давай мы уже начали, давай расскажем. Давай. Короче, организатор курилки, Рома Переборщиков, ну, все глобальные курилки, имею в виду, он тогда работал в издательстве АСТ. У них есть подразделение, которое... Дерево. Дерево? АСТ. Допустим. Короче, у них есть подразделение, корпус, которое занимается, вот, типа, такими научно-популярными книжками около того. Вот. И он у них выбил программу для молодых популяризаторов науки книжки писать. Вот. И они приходили ко всем ребятам из курилки, по сути, кто там как-то выделялся и предлагали написать книжку. Угу. Вот. Возможно, Касько, кстати, по этой же программе писался, или я уже сильно путаю. Ну, короче, мне тоже предложили про пищевую химию, я сразу же согласился. Вот. Но не потянул. Ну, очень тяжело, то есть я... У меня есть... Я могу тебе скинуть, кстати, почитать, начало. Ты мне скидывал, поэтому я и думаю постоянно, что ты ее уже выпустил, потому что ты мне ее скидывал. Я тебе прямо скидывал, книжку скидывал? Да, 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 да. Я не помню, мы к чему-то готовились с тобой. Короче, ты мне полгода назад скидывал. Не обложку, книжку. Да, доковский файл, по-моему, это был. Да. Вообще не помню такого. Да, да. Ну, короче, я ее начал писать, там надо было написать минимум три, по-моему, авторских листа. Это что-то около 350 тысяч слов. Или типа того. Чат же 5 сейчас бы сделал за 2 секунды. Сейчас бы, наверное, да. Короче, я написал, по-моему, или 80, или 100 тысяч. Ну, короче, это оказалось очень-очень тяжело, потому что тебе очень хочется писать, опираясь на что-то. А ты же не ученый. Ты типа как, ну а-ля, журналист, исследователь, да. Ну, типа синдром самозванца. Ну, да. Потому что я пишу, я понимаю, что нужно подтверждать чуть ли не каждую строчку. Ты идешь, ищешь эти исследования. Оно одно опровергает другое. Ты не знаешь, какое. Ну, короче, очень не хватало базы. Я тупо, ну, не справился. А есть ли в мыслях завершить эту работу? Например, чатом GPT. Ну, не знаю. Хотя бы для себя. Для себя хотя бы. Не, ну, я думал, что когда-нибудь я ее допишу. Вряд ли мне позволят ее издать. Слушай, там же есть еще система рецензоров, всего остального. То есть, почему нет? Все равно тебя отрецензируют. Ну, вот чувак, который должен был мне рецензировать, они очень сильно поругались там с издателем. Поэтому я остался без такого чела, к сожалению. Хотя сразу все хорошо шло. Давай последние два вопроса. Рубрика «Фантастика» моя любимая. Давай. Ты фантастику любишь? Обожаю. Три самых крутых книги, которые ты читал за последние два года. За последние? Давай за пять. За пять фантастических. Фантастические, да. Хорошо. Это... Стивен Кинг, цикл «Темная башня». Это Симонс, весь цикл «Гиперион», «Гиперион», «Эндемион» там и вот прочее. Вот это вот все. И внезапно я бы сюда отнес Энди Вейер, по-моему, его зовут. Это «Марсианин» и следующая его книжка «Артемида про Луну». Тот самый «Марсианин», по которому снимали фильм? Да, вот по этой книжке сняли фильм, и у него есть следующая книжка про лунную базу, она называется «Артемида». Это продолжение «Марсианина» или это отдельная книжка? Это отдельная книжка. Ух ты. Ну, я смотрел «Марсианина», я не читал Энди... Энди Вейер, по-моему. Энди Вейера. Книга, она ощущается так же, как и фильм, просто фильм, он не сильно на фантастику был похож. Он был похож больше на социологию инопланетную. Не социологию, а на выживач. Это выживач такой. Приключенческий вот жанр. И там, и там, да, маловато фантастики, согласен. Ну, книжка такая же, и в «Артемиде» тоже маловато фантастики. То есть там фантастика — это ширма в первую очередь. Ну, это ни в коем случае не про то, что это плохо, это просто про то, что... Ну, да, что это не основное. Ладно, давай тогда сюда еще добавим Дэниэл Суарес «Поток». Ух ты, а про что книга? Расскажи. Это очень прикольная книга, мне ее посвятовал мой знакомый из Гомеля Юра. Спец по фантастике. Обычно к нему, если мне надо что-то, я прихожу, говорю, Юра, что почитать? Он мне говорит, почитай вот это. Короче, книжка про некую секретную организацию, которая, ну, типа в Штатах, а-ля подраздел ЦРУ, да, который ворует технологии, которые могут стать перспективными для того, чтобы они, типа, сейчас не разрушили человечество. Ну, то есть вот если бы они были, они бы должны были на СЧП, например, украсть, да. Вот они их воруют. Украсть, в смысле, так, чтобы они не появились. Да, 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 так, чтобы не появились, но при этом так, чтобы их сохранить себе. И в какой-то момент, это мини-спойлер, в какой-то момент они начинают этими технологиями прям пользоваться сами. Ну, не удерживаются, да, и у них там вообще уже просто вот век другого уровня. Вот, интересно, ее даже собирались экранизировать, но что-то я пока не вижу. Это современный автор. Достаточно современный. Круто, круто, круто. Спасибо. И финальный вопрос. Для тебя он дастся нелегко, потому что ты сказал, что не любишь делать выборы. А я тебя поставлю перед самым сложным выбором в твоей жизни. Так, в комнате два стула. Так-то я знаю эту загадку. Так. На одном Льюисе Кейн, а на втором Влад Тен. Кого выберешь? Влада Тена, конечно. Хорош. Спасибо, Витя, большое. Было очень приятно. Пожалуйста, Леша, взаимно. Погодь, не переключайся, потому что это именно тот сюрприз, про который я говорил. В выпуске мы практически не говорили с Витей про искусственный интеллект. И это странно, потому что мы с ним ведем один из самых крупных новостных подкастов про AI, AI-подкаст. Поэтому мы собрались в онлайне и дозаписали практически 40 минут про то, какие тулзы Витя использует в работе, в том числе в программировании, и как он вообще программируется с искусственным интеллектом, и что он думает про его будущее. Сейчас я покажу тебе короткий отрывок, буквально 3 минутки, из того, что получилось. Погнали. Чат GPT — это мой такой второй мозг, да, возможность подумать немножечко под другим углом. Для меня теперь чат GPT — это такой коллега, к которому я обращаюсь вообще практически по любому вопросу, где у меня есть затык. Я забыл какой-нибудь термин, к примеру. Я забыл какой-нибудь use case. Я забыл, как пользоваться какой-нибудь туловиной. Я вот по всем этим глупым вопросам иду всегда в чат GPT. Это все мне помогает делать чат GPT. Более того, с его помощью я, не зная Python, написал скрипт на Python, который позволяет мне мои аналитические данные, с которыми я работаю раз в месяц, обрабатывать их и сразу же загружать на Google Cloud, после чего они попадают в сервис аналитики Looker. В GPT есть фича, называется анализ в чате GPT. Это когда он сам пишет код на Python, и сам его интерпретирует, и выдает тебе результат. Вот. Когда ты загружаешь Excel, в большинстве случаев он работает с Excel с помощью этого анализа. Он сам написал код на Python, который анализирует Excel, и выдает тебе результат. Ну, то есть задача в целом достаточно несложная, это не веб-сервис какой-нибудь развесистый для, не знаю, высоких нагрузок писать, но и не сложить 2 плюс 2. Ну, давай так. Там, наверное, под 150 строк в этом скрипте. И все из них написал чат GPT по факту. Все из них написал чат GPT, мы писали по шагам, то есть ты код вообще почти не писал, или вообще не писал руками? На Python не строчки, я не знаю Python. Есть две когорты разработчиков. Одни разработчики нормально воспринимают AI Tooling и используют его, а вторые разработчики, их болевать, извиняюсь, тянет, когда они слышат AI, и они говорят, что это не... Их недостойно. Любой человек, который считает AI хайпом, я ему советую просто на один день купить подписку на чат GPT. Даже сейчас не надо уже даже подписку покупать, ты можешь зарегистрироваться и GPT 4O использовать бесплатно. Там 3 сообщения. 15 сообщений в 2 часа. 3? 15 сообщений в 3 часа. 15 в 3, наоборот. Просто попробуйте это использовать и посмотрите, хайп это или не хайп. Обычно после этого все вопросы заканчиваются. Ну, как правило. Я думаю, сейчас это то же самое, что спорить, нужен ли линтер на проекте. Без линтера можно, но будет... Без линтера можно, но жить будет сложнее. И большинство вакансий и знаний линтера подразумевается, что ты можешь использовать линтеры. Тут тебе что скажут? Тут тебе скажут, что линтер тебе не напишет код, который будет содержать баг, и его нужно будет переписывать. Вот такой получился контент. Полезный и интересный. И доступен он в клубе «Эволюция кода». Да, это мягкий запуск моего приватного закрытого клуба для программистов, которые хотят повышать свою продуктивность с помощью AI-тулинга. Клуб строится вокруг трех основных тезисов. AI не заменит разработчиков. Разработчики, использующие AI, заменят тех, кто его не использует. И AI повышает продуктивность. Вокруг этих тезисов будет выстраиваться и уже выстраивается контент клуба. А именно, это эксклюзивный контент, где я делюсь своим опытом и делюсь опытом приглашенных спикеров. Это созвоны с участниками клуба. Это дайджесты новостей несколько раз в неделю про новости разработки и в целом мировые новости AI. Это коммуникация, это юзкейсы. И это, конечно же, получение контактов тех разработчиков, которые участвуют в клубе. А значит, людей, которые думают о будущем и уже повышают свою продуктивность, чтобы быть более конкурентными, чтобы просто больше кайфовать от работы. У кого-то из вас может возникнуть вопрос, какого черта я вообще делаю этот клуб? Тут ответ простой. Последние два года я очень сильно вовлечен в изучении тулинга вокруг AI как для создания контента, так и для программирования. И для программирования, наверное, для айтишки в целом даже по большей части. Всем этим опытом я хочу делиться, и клуб — именно то место, где я буду это делать. В общем, если вас не мутит от словосочетания «искусственный интеллект», вы хотите развиваться как разработчик, бустить свою продуктивность и карьеру, то клуб — это именно то место, где вы можете это делать. Это единое место, где вы можете почерпывать и новости, и обучаться. Ну и, конечно же, находить новые крутые контакты. На этом сегодня все. С вами был Лекс Айти Борода. Увидимся в следующих выпусках и жду вас в клубе «Эволюция кода». Ссылки в описании. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!